Месяца мальчик провел в больнице. За это время он пережил менингит, пневмонию, операцию на головном мозге, шунтирование и переливание крови. Сегодня психологи, дефектологи и другие специалисты подтверждают, что несмотря на отставание в развитии, которое сопровождает почти всех недоношенных детей, эмоциональный и умственный интеллект мальчика сохранен. Илья растет жизнерадостным, улыбчивым, общительным, любознательным и очень смышленным. Сейчас малышу один год и восемь месяцев. Ему требуется непрерывная реабилитация, которая идет на пользу и дает заметный положительный результат. Вы можете помочь Илье Казанскому и другим детям, сделав пожертвование на сайте подаркангелу.ком Право знать. Говорит Москва. Обзор прессы. 8.35. Всем здравствуйте. Медуза публикует любопытную заметку. Материал большой. Жительница Канады создала сайт для одиноких. Назвала таких людей инцеллами. Потом эти инцеллы начали устраивать теракты. Речь идет о жительнице Канады. Она к 24 годам не имела отношений. Очень переживала по этому поводу. Ей казалось, что все дело во внешности. У нее маленький рост, лишний вес. Кроме того, она страдала экземой. Первые ее отношения случились с девушкой. Когда через полгода они расстались, она решила, что будет одна всю жизнь. Создала сообщество в интернете. Вынужденный целибат, сокращенную инцелл. И там встречалась, общалась с людьми, которые страдали тем же... Ну вот, так же переживали, как и она из-за своей внешности и отсутствия личной жизни. Дальше у нее жизнь личная наладилась. Она оставила... Покинула этот форум. Оставила это сообщество. Прекрасно себе живет дальше. А ее последователи развивали этот сайт. Это движение инцеллы по всему миру. Оно распространилось. И в 2014 году называвший себя инцеллом американец, убил шестерых человек. Он объяснил это тем, что девушки не обращали на него внимания. О подобных случаях и чем это все заканчивалось, как дальше развивалось это сообщество, читайте на Медузе любопытная заметка. В США рассекретили расшифровку разговоров Ельцина с Клинтоном о Путине. Вы слышали об этом в новостях. Полностью эту переписку на английском и русском можно почитать, например, на сайте РБК. Генконсул России обвинил США в фактическом прекращении виз. Американцы перестали давать визы гражданам России. Об этом рассказал генеральный консул в Хьюстоне Александр Писарев. Он сделал это заявление, комментируя ситуацию с гибелью гражданина России в штате Юта. Подробнее об этом на сайте РБК. Аэрофлот может ввести новые платные услуги для пассажиров. В списке услуг, в частности, указана возможность при покупке недорогих билетов за дополнительную плату выбрать место в самолете или пересесть в бизнес-класс. Это одна из инициатив, которые планируется рассмотреть при формировании новой стратегии компании, сказала ведомостям представители Аэрофлота. Если предложение утвердят, пассажиры с тарифом эконом-прома и эконом-бюджет смогут выбрать себе место за дополнительную плату. Сейчас такого нету. Хотя есть опция апгрейд до бизнеса, но это только при онлайн-регистрации, то не всегда. Это опять же пишет... Нет, это не РБК, это ведомости пишут. Вечерняя Москва отчитывается. Сергей Собянин ввел доплату 12,5 тысяч рублей в месяц за классное руководство. Эта информация для учителей можно почитать на сайте издания. И новость на сайте Аргументы и Факты. Заложница большой игры, сколько Марии Бутиной сидеть в американской тюрьме. Российские дипломаты назвали негуманными условия содержания российской студентки Марии Бутиной, которой почти 30 лет. Ее арестовали этим летом в США. У девушки отобрали личные вещи и предметы гигиены. И даже не выпускают на свежий воздух. И Аргументы и Факты публикуют фотографию сегодняшней Бутиной. И, собственно, по этой фотографии видно, что у нее все отобрали действительно и не выпускают на свежий воздух. Выглядит она не очень хорошо. Посмотрите на сайте Аргументов и Фактов эту заметку. В Сколково открывается уникальный медицинский диагностический центр. Год назад было подписано соглашение об участии Израильского медицинского центра Хадаса в создании международного медицинского кластера в Сколкове, где российские пациенты смогут получить помощь отечественных и зарубежных специалистов. Подробнее об этом читайте на сайте российской газеты. 8.39. Это была обзор прессы. Внимание! Внимание! Говорит Москва! 94,8. Слушать, думать, знать правильные глаголы. Говорит Москва! Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Сережа, пастушок, поиграешь! Ранья дров, Сережа! Все вебрина рожа! 8.40. Пятница 31 августа. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это РАДИО ГОВОРИТ МОСКВА! ГОВОРИТ МОСКВА! Дарья Кнор, ведущая этой программы. Здравствуйте. Сергей, а... Нет, скажи. Можно ответить, простите, пока вы не учите? Я не читаю обзор прессы. Здесь никто не читает обзор прессы. Мы рассказываем, подглядывая в текст. Успокойтесь вы уже. Ты читаешь слушателей, вот твой грех. Нет, это грех. Я не буду вас читать. Мы никогда не должны читать слушателей. И вот в чем проблема. Конечно, конечно. Это потому что слушатели пытаются... Слушатели разные есть, умные есть. Они вообще разные. Но среди тех, кто пишет, есть люди, которые пытаются тебя дестабилизировать. Поэтому ты не... Да, да. Я все, я стабилизируюсь обратно. Не дестабилизируйся. Да. Понимаешь? У меня была знакомая ведущая, которая говорила, что вот я боюсь, а вдруг они меня обзовут. Я говорю, а ты встань перед зеркалом и пообзывай себя спокойно. Полководец, которого можно обидеть словами. Плохой полководец. Сынцы. Искусство войны. Должна быть обидка сейчас какая. Слушай, Кобзон, я последний раз видел Кобзона на оглашении послания. Причем ты не понимаешь, что не на последнем, а на предпоследнем. На предпоследнем, когда я обскакал его, там, благодаря моей ловкости, юркости, я бы сказал, я сел на три ряда впереди него. Я счел необходимым почему-то. Мне так стало неловко, что я впереди Кобзона. Как будто я в список Форбса попал, вот этот ложовый. Последний список Форбса по влиятельности ложовый, который выпустили. Мне стало неловко. Я подошел к нему и говорю, вы знаете, я оказался на три ряда впереди вас. Место хорошее, видно с него хорошо. А вас тут подзатерли. Да, давайте поменяемся. Мне неудобно как. Вот, что я вас обскакал. Он говорит, да сиди ты, Господи, все нормально. А? Он так, ну, он так, ну, а обрати внимание. Ну, он старше меня. Что-то достоинство. Да, нет, он говорит, да сиди ты, нормально все. Вот, то есть он не это самое, не вообще, так вообще не человек мягкий. Но я должен сказать, мы же видели его публичные проявления Кобзона. Ну, вот, не все же общались с ним на оглашение послания, так сказать, как мне повезло. А мы видели его публичные проявления. И в публичных проявлениях я анализировал все публикации, пробежал глазами несколько. Многие отмечают его противоречивость. Я думаю, что он просто артист. Он большой артист. Большой артист, понимаешь? И он как артист, ну, вот он тянулся... Есть целый ряд артистов, которые обязательно, обязательно должны были быть при власти. Ну, понимаешь, да? Ну, среди них Кобзон, среди них там, я не знаю, как сказать, там артист Михалков, да? Который неплохой актер. Он неплохой актер. Мы же знаем актерские работы Михалкова. Конечно. И они сильные. Вокзал на двоих. И режиссерский. Вокзал на двоих, он, кстати говоря, маленькую роль играет. Вот зато очень одну из самых ярких ролей. Вокзал на двоих проводника. Чуть ли не ярче, чем у Гурченко. Может быть. Вот, то есть, ну, как бы, если он артист, Кобзон артист. И вот если говорить о нем, как в артисте... Я сегодня узнала, что Кобзон был женат на Гурченко. Да. И чего? Нормально. Я не знала. Ты думаешь, что это честь какая-то? Отдельно... Ну, просто, знаете, когда соединяешься, вот так вот, знаешь, одного человека второго. Да, да. А они были вместе. Они все, да. Они все там старались как-то перекрестно опыляться. Скажи, ну, правда. Я говорю, ну, подожди. Ну, если ты вот смотришь, как он примыкал, то к одной партии, то к другой партии, метался в 90-е и так далее, тебе кажется, что это странно. Мне вообще все равно. Но, нет, мне все равно. А когда ты понимаешь, что он артист, артист, который просто старался быть рядом с властью в традиции России, понимаешь, потому что у нас артисты, в общем, так сказать, там крепостные же. Они же крепостные, но они крепостные в разной степени. Есть такие крепостные, которые рядом с царем, они крепостные самого царя, понимаешь? И это вот быть крепостным царя, это и есть главная доблесть в России. На самом деле, высшая карьера в Российской Федерации, а также в России, в мифической России, в любой, в исторической России, это быть крепостным, быть рабом царя. Быть рабом царя, это, ну, а что может быть выше в России? Что может быть выше? Царем быть, но это как бы царем, это Господь указует перстом, понимаешь? Это большая ноша, великая ноша. Да, а быть рабом царя, это и есть высшее предназначение любого человека. Вот, собственно, правда же? Ну вот, мне кажется, и поэтому он, давай послушаем какие-то его песни, которые я вчера, например, стал слушать, И чтобы повспоминать Кобзону. Куба, любовь моя Остров зари погрома Песня летит над планетой звеня Куба, любовь моя Слышишь чеканный шаг Это и тут Барбудос Барбудос, это бородачи И он сам себе наклеил бороду в этот момент Кобзон с наклеенной бородой И рядом неестественно, неестественно перестраиваются с автоматами Девочки и мальчики, которые держат автоматы, будто гармонику, будто это гармошка Сейчас они на гармошке сбахают Ты знаешь, что Родина или Смерть имеет продолжение? Матерное Нет, не знала Полная фраза Родина или Смерть, здесь никто не сдается Дальше матерное ругательство Ну ладно, они скачут и все Это очень-очень-очень впечатляет Я думаю, что это радовало кубинцев Хотя надо сказать, что темпоритм, конечно, для кубинцев Это, мне кажется, умирающий кубинец во сне Я думаю, что кубинец и не понял, что это про него Кубинец даже не понял, что это про него В смысле темпоритма Это, конечно, ужасно все медленно И не по-кубински Не, не важно Потом, значит, мы помним тоже Я не знаю, я, может быть, занимаюсь политической Скорее историей И поэтому я вижу Значит, какие-то вещи, которые Не столь заметны Если человек просто следит за Этот самый За Кобзоном как артистом То он, может быть, и не помнит Таких прекрасных исполнений Но я, поскольку я слежу скорее за политическим миром То я Это Государственная Дума Вольной волюшке желанной Вы нам знамя принесли Почему Русь бьет до земли Избранникам народа Почему? Потому что избранники народа Думцы Несут нам знамя Вольной волюшки То есть анархия Анархия То есть Дума дает нам Настоящую анархию Истинную Это прекрасно Волюшка В отличие от свободы Волюшка В отличие от свободы Воспринимается Как безответственная Но не в бакунинском понимании Этого слова Вот, нет, нет Не в бакунинском Свобода воспринимается Как ответственное качество А волюшка Воспринимается Как качество безответственное Волюшка Поэтому волюшка Это разнузданность И одним словом Депутаты несут нам Разнузданность Вот о чем поется В этой песне Не, ну серьезно Вот послушайте еще раз Вот, вольной волюшке желанной Вы нам знамя принесли Вот, вольной волюшке желанной То есть депутаты несут нам знамя Волной волюшке желанной Слово желанное часто употребляется В похотливом смысле В, ну, в ряде коннотаций Вы критикуете автора текста Между прочим А что Кобзон, когда пел Кобзон Он текст не читал, по-твоему? Или он прочитал текст? Он спел Он спел, но он читал или нет? Мне интересно Он мог спеть не читая? Импровизируя Как-то удивительно Я бы все-таки, если бы я пел Я бы хоть раз прочитал Может быть А может и нет, я не знаю Слушай, значит Есть еще у нас во дворе Самая первая его песня Самая первая песня Кобзона Самая первая Которая взорвала ситуацию Но я Она Она есть всюду И в тысячи исполнений Но мне хотелось бы найти А вот же был молодой Кобзон Майя Кристаллинская Я вас подожду Где? Молодой, где молодой? Выше У нас в дворе Вадим Тихонов Вот, вот же А вот, дитя Абсолютное дитя Да, вот он Вот Дитя Кобзона совершенно и дитя Начало шестидесяток Вот эта песня и была За взлетом Кобзона Пожалуйста, историки и музыки Учтите Именно эта песня Позволила Кобзону Взлететь на самый небосклон Мгновенно просто в небо Вот после этой песни Он стал супер-супер стар Ничего в ней нет А я все гляжу Глаз не отвожу Не боюсь я, ребята Ни ночи, ни дня Ни крутых кулаков Ни воды, ни огня А при ней словно вдруг Подменяют меня Я гляжу ей вслед Ничего в ней нет А я все гляжу Глаз не отвожу Вот опять вечерком Я стою в ворот Она мимо из булочной Сбуркой идет Я стою и молчу И обида берет Я гляжу ей вслед Ничего в ней нет А я все гляжу Глаз не отвожу Или ул Так чем закончится эта прекрасная пьеса? Вы тоже ждете, да? Я все жду Она заслоняет грудь портфельчиком таким Видно, что она боится сексуальной агрессии Есть девушка, которая играет в этом клипе Она все время заслоняет таким мягким портфельчиком Глаз не отвожу А я все гляжу Глаз не отвожу И все, да? А я все гляжу А где же развязка? Какая-то развязка должна быть Все, открытый конец Ах, вот как А чем дело кончилось? А чем дело кончилось? А дальше слушатель додумает сам Ну да, ну да, ну да ПС пишет, что для 60-х это топчик И битмейкеры постарались Нет, нет, ну это действительно топчик Никто не говорит, нет Еще был Штирлиц вот этот вот Где-то далеко Где-то далеко Это тоже Кобзон, как выясняется Видишь? Но он вообще, конечно, колосс какой-то И все такое Идут грибные дожди Дожди, я бы сказал Ой Дожди Ну-ка, посмотрим Я прошу Хоть ненадолго Грусть моя Ты покинь меня Облако Сизым облаком Ты полети к родному дому Отсюда к родному дому Берег мой Берег ласковый Ах, до тебя, родной, доплыть бы Да плыть бы хотя б когда-нибудь Где-то далеко Где-то далеко Идут грибные дожди Прямо у реки В маленьком саду Созрели вишни Наклонясь до земли Где-то далеко В памяти моей Сейчас, как в детстве тепло Хоть память укрыта Такими большими снегами Ты гроза Напои меня Но для нас Да не до смерти Вот хотя Как в последний раз Я все гляжу куда-то в небо Как будто еще один Я никогда не думала Почему вообще эта сцена Почему жену привезли к Стирлицу Почему Никогда не думала Почему Ну у вас же есть ответ Я просто думаю Это не доверие центру Это не доверие центру Конечно Она на очередном ПМСе решила Что мужа давно убили И она говорит Начальство Она говорит Товарищ командование Говорит Фамилия ваша Говно А не Юстас Не Юстас А говно Да Вы его убили А значит Командование говорит Да ты что дуроши Ты угомонись Я умоляю Она говорит Нет у меня многомесячная Теперь будет депрессия Все покажите мужика А я думала Что это Нет это не доверие Решил просто Вставить такую Абсолютно не доверие Конечно Нет ей же Юстас Сказал Это самое Центру Или наоборот Центру Юстасу Сказал Все в порядке Мужик в порядке Все Все чума Чума там у него Все вот так вот Все заладилось У него быт настроен Рубашечка чистая Она говорит Не поверю Не верю Идите в жопу И тогда ее повезли Почему такие расходы Из-за романтики Что ли Хрена Просто недоверие Она им сказала Что вы врете Все врете Пришлось вести Понимаешь Ну да Ну а Аштилису Нафиг это нужно было Это же опасность Он же мужик Он же понимает Что ее подвергли опасности Ну кстати говоря Эмоциональную стабильность Как-то нарушает Нарушает Раскачивает У него там Конечно У него там Гретхен какая-нибудь Да Тут бабу приводит Здрасте Ваша На Украину Когда машина Выехала На 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 это самое В общем Врубилась Врубилась В противоположное движение Выскочила И так далее Там три машины Около Украины Давай посмотрим Быстренько На карту Вот что нужно сделать Сейчас посмотрю на карту Потому что Там какая-то серьезная авария Я вижу Серьезная авария На Новоарватском проспекте У гостиницы Украина На Яндекс пишут Что три автомобиля Один из которых Упал в воду А где они нашли воду А там Москварик Они нашли воду Видишь Стоит поискать И находится вода Так Секундочку Значит Я Около Украины Но он выехал Навстречку Таким образом Он не мог Да Кстати Кто едет по Горьковке От Старой Купавны До Балашихи Просто а дочек Секунду Мы посмотрим Это Украину Украина Дело такое Самый пример Там Называется Украина Заседают там кавказцы И Ну и все это вместе Создает такой Гремучий клубок Я думаю Мне кажется Ну может быть Не знаю И там еще Переход около Украины На 80 км в час 60 Ну правда Там Там 60 Потом Бэмс 80 Жуткая авария Пишут люди В 8.04 И Все стоит Почти до третьего кольца Кто позвонит Позвоните от Украины Пожалуйста Кто-нибудь Потом мы переключимся Снова на 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 Кобзона Если позволите Мы будем с ним Тризну Кровавую Тризну Не кровавую А какую-то такую Другую Тризну Мы устроим Не кровавую Тризну Но сейчас Сначала Позвоните пожалуйста От Украины 7373948 Алло Здравствуйте Слушаю вас А вот Мимо Один из Украины Проезжал только что Да Ну что там Говорят какой-то ад И какие-то машины Падают в воду И вообще Фильм какой-то Голливудский Там как раз Вот на Таком Изгибе Там где Новый Аербат Если из центра Поехать Немножко налево Судя по всему Да Там где бьются Обычно Там мигалки Обычно бьются Лоб в лоб Друг другу Ну вот А тут кто-то Видимо Из центра Слишком быстро Ехал Радовался Что Хорошее движение И его видимо Вынесло И занесло И занесло Так что Через оборот Он попал На встречный поток Как раз Вот он По траектории Такой туда попал Правильно Это мы понимаем Геометрию А как же В воду-то попасть Кто-то в реку Через ограждение Судя по всему Он вылетел Перелетела машина Через ограждение Ах вот он какой Мастеровитый Спасибо 7373948 То есть это так непросто Ведь это так непросто Хорошо Новости Внимание Внимание Говорит Москва Девяносто четыре И восемь Девять утра В столице В студии с новостями Антон Кравченко Здравствуйте Очевидцы сообщили О падении машины В воду После ДТП На Новоарбатском мосту В Москве Авария произошла В возле гостиницы Украина Как рассказали слушатели Радиостанции Говорит Москва Столкнулись три автомобиля Один из которых Упал в Москву реку На месте работают спасатели Также прибыли кареты Скорой помощи Обстоятельства ДТП Выясняются Россия призвала США Не вступаться за подопечных В Азовском море Посольство в Вашингтоне Таким образом Ответила на призыв Госдепартамента Прекратить кошмарить Международное судоходство В Керчевском проливе Азовском море Это была цитата В Американском ведомстве Считают Что действия Москвы Мешают морскому транзиту И направлены на подрыв И дестабилизацию Ситуации на Украине Российские дипломаты Выразили недоумение Тем, что Госдеп Озаботился остановками Для проверок судов При этом Сотрудники посольства Обратили внимание на то Что в Вашингтоне Не упомянули О захвате Украинскими пограничниками Российского траулера Норд И облакирование Танкера Механик Погодин Семь человек погибли В ДТП С автобусом и фурой В штате Нью-Мексико В США Как предает агентство РИА Новости Со ссылкой на местную полицию Травмы получили Несколько десятков человек Из-за лопнувшей шины Грузовик На полном ходу Вылетел через разделительную Полосу шоссе И врезался Въехавший на встречу Пассажирский автобус В салоне В момент аварии Находились 50 пассажиров Почти все они госпитализированы С травмами Различной степени тяжести Граждане России Смогут передавать наследство При помощи специального фонда С 1 сентября В гражданский кодекс Вносятся изменения Которые позволят Передавать бизнес и активы Наследникам Используя новый механизм Как пишет газета ведомости Наследственный фонд Позволит обезопасить имущество Защитить бизнес От недобросовестных партнеров И подстраховать Неопытных наследников С помощью такого фонда Можно передавать имущество По частям Или при определенных условиях А также продать С последующей передачи денег Конкретному лицу Или отстранить наследников От управления бизнеса Как отмечают эксперты Такой механизм Позволит решить проблему В делении обязательной доли Для несовершеннолетних детей Нетрудоспособных родителей И ждевенцев на взлетодателя Центробанк Аргентины Поднял ключевую ставку С 45 до 60 процентов Как сообщает агентство Bloomberg Таким образом регулятор Пытается удержать Стремительно падающий курс Песа Несмотря на решение Аргентинского ЦБ Национальная валюта Все же снизилась на 15 процентов А в целом С начала года Песа Обеценился на 53 процента Недавнее падение курса Также спровоцировало Обращение правительства страны К Международному валютному фонду Власти призвали Как можно быстрее Предоставить государству Финансовую помощь Для спасения экономики Напомню В июне МВФ официально одобрил Кредит Аргентине В 50 миллиардов долларов В завершении выпуска информации О курсах валют Доллар на сегодня 68 рублей 9 копеек Евро 79,68 И о погоде В эти минуты в Москве Плюс 16 В течение дня Облачно С прояснениями Местами кратковременные Дожди и грозы Ветер переменных направлений От 3 до 8 метров в секунду При грозе порыва До 17 метров в секунду Температура воздуха Днем составит 22-24 градуса тепла Таковы главные темы К этому часу Антон Кравченко Говорит Москва Говорит Москва 94,8 Реклама Найти лекарство за полминуты Заказать препарат за полцены Выбрать аптеку на полпути к дому Все это может сайт asna.ru Давайте экономить Микролакс номер 4 за 275 рублей Внимание! Asna.ru вызывает привыкание к удобству Имеются противопоказания Необходимо проконсультироваться со специалистом Эти 5 дней изменят все Ведь с новым ноутбуком Ваши возможности безграничны Только до 3 сентября Выберите свою модель По супервыгодной цене Так HP 15 С гарантией автономной работы До 9 часов Всего за 16 990 Техника для отличных результатов Ждет вас M-видео Первые 25 лет Подробности и ограничения в магазинах Россия всегда была известна своими великими спортсменами Спорт развивает волю, силу Помогает достигать поставленных целей Спорт – это неотъемлемая часть жизни здорового человека Организм жителей больших мегаполисов Постоянно подвергается стрессам, перегрузкам и атакам вирусов Благодаря спорту вы укрепляете свой иммунитет Повышаете работоспособность И делаете вклад не только в свое здоровье Но и в здоровье всей нации Театральные кинопремьеры Музыкальные фестивали Дискуссии Концерты, мюзиклы Иммерсивные постановки Дегустации Закрытые экскурсии по главным выставкам А также специальные условия в лучших заведениях Москвы и Петербурга Все это и даже большее с картой члена клуба СНОП Оформите членство до конца августа И получите месяц в подарок Узнать подробности и стать членом клуба СНОП Можно на сайте snob.ru И по телефону 8 800 111 30 Для аудитории старше 18 лет Телефон рекламной службы 737 87 47 Код 495 Право знать Говорит Москва Программа предназначена для лиц старше 16 лет Сережа, пастушок Поиграем Ранья дров, Сережа Серебряный рожок 9 часов 6 минут Пятница 31 августа Здравствуй, великий город Здравствуйте все Это Радио Говорит Москва Говорит Москва Дарья Кнор, ведущая этой программы Продолжаем Я хотел бы, чтобы вы высказались Погоня, оказывается Погоня Погоня в горячей крае Погоня в горячей крае Это же лучшее вообще Страшная авария на Кутузин Это уже Новоарбатский проспект считается Ребята, около Украины Вот там Вплоть до того, что машины ныряли в Москву Реку, пробивая ограждение Настоящий адок Поэтому будьте осторожны Ну, в смысле, кто может, объезжайте Может быть, вам стоит протянуть как-то по-другому Погоня, конечно Цыганят эти все Поправления очечков там Этот самый Это прекрасно Ну, погнали, ребята Наши, 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 наши Наши, ты себя с кем ассоциируешь? Я, я, я сложный художественный образ Я ассоциирую себя Со всеми Со всеми неуловимыми мстителями сразу Да Да, пожалуйста Нет, с очкастым и с цыганом Я себя ассоциирую с очкастым и с цыганом Давай, пошли Ну, давай же, пой же, господи Что это? Ладно Да где ж песня-то, а? Прости, моя душа, грешная Хотелось бы, чтобы и пели тоже Нет? Никто не хочет А неужели это Да нет, но где-нибудь они станут петь Может, догонят и споют, нет? Догонят и споют Вот, вот сейчас Нет? Черт Никак не возьмутся Мне кажется, что в этот момент просто певец Этот певец Безусловно Пропускает такт И для него еще Нет, слышь, он пропускает такт Кобзон пропускает такт И для него еще куплетик Шарак И все такое Нет, ужасно Ну вот, пожалуйста Нет, почему, зачем Это кто-то мне поставил? Нет, нет, нет Да зачем? Интересно Кто-то здесь шкодит мне Да, очень плохо Секундочку Нет, нет, нет Мне нужно вот Значит А почему? Я поставил И вновь продолжается бой Но на всем плевать Я понимаю Нет, нет Я же поставил другую песню Что за чудо Чудесное А у вас не работает мышка Вот у меня теперь работает Уже все Твоя мышка У меня работает твоя мышка Как это прекрасно Вот Небо утреннего стяг В жизни важен Первый шаг Слышишь Веют над страною Ветры еростных атак И вновь продолжается бой И сердцу тревожно в груди И Ленин Такой молодой И юный Октябрь впереди И Ленин Такой молодой И юный Октябрь впереди Веск летит Во все концы Скажешь, что Пахмутова Чистый гео Это же Пахмутова или кто? Может я ошибаюсь Мне кажется, она в любом случае Она гений Она гений Пахмутова гений Все, точка Новые бойцы И боль продолжает с собой И сердцу тревожно в груди И Ленин Пахмутова добра нравов И юный Октябрь впереди И ленин Такой молодой И юный Октябрь впереди Мне здесь ударные Мне здесь ударные нравятся очень Всего милости не жди Да Жизнь для правды не щади В то время, как они ударяли здесь на ударных Уже существовала группа цветы С охламоном Лосевым во главе И уже существовали песниры Так что наш народ знал толк в ударных И сердцу тревожно в груди И Ленин Такой молодой И юный Октябрь впереди И Ленин Такой молодой И юный Октябрь впереди И лечебном И юный И бой продолжает с собой И сердце тревожно в груди Скажешь, здесь проигрыш положено было. Положено было шарахнуть куплета 4, потом сделать проигрыш, который в западной упаднической музыке использовался для соло-гитары. Но поскольку у нас не было соло-гитары, то мы проигрыш делали поменьше. Оратория в конце начинается. Ты чувствуешь? Ну все, она же переходит. Ну вот в конце еще ударные должны были закончить. Зубной боли доводил нас Кобзон еще в 60-е, это правда, и в 70-е, да зубной боли, да зубной боли. Все это было обязательно, мы должны были все это, но это гениальная музыка и все такое, я говорю проще. Какие гигантские таланты Пахмутова, Добронравов, Кобзон, гигантские, я бы сказал, глобальные таланты, глобальные, в смысле, всеземные таланты, такие как Пахмутова, Добронравов и Кобзон, были задействованы на всевозможное восхваление идеологическое. И я чуть не спел Путин такой молодой. Ну в смысле, ну правда, ну охренительно же, можно же заменять уже все эти что-то. Да, сейчас такого нет, кстати. Такого нет, не умеют, не умеют. Почему? Восторга не чувствуют. Не чувствуют восторга. Кроме такого, как Путин. Нет, нет. Алло, здравствуйте, доброе утро, ведущий. Здравствуйте. Я написал там вам в Телеграме, что я немножко его родственник, у меня родственники, потому что и дед, и прадед, и местечко Первомайское, недалеко от Донбасса. Да, 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 Первомайское. Вот. Ну что, с Кобзоном я общался лично. Расскажите. В 90-х. Расскажите. Это знаете, я вам расскажу интересную историю. Да. Когда сеть магазинов Adidas открывалась, если вы помните, в России. Adidas было что-то такое, да. Да, 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 да. Да, и там одни из учредителей, был Кобзон и Розенбаум. Ага. И как-то я тогда в Эстонии жил, и как-то так-то вот мы пересеклись. Вы знаете, что мне запомнилось? Нет, я не знаю. Они никогда не пили. Там тогда давали шампанское или я не знаю что там, или виски. Они никогда не пили с общего поднос. Они никогда не пили вдвоем. Нет, они как-то так отказывались, отказывались. Ага, то есть когда разносил вот халдей, они не брали. Вот у меня такой вопрос к вам. Давайте. А может быть мне попробовать ДНК сдать? Может быть я могу рассчитывать? На следствие претендуют. Тогда вам надо у него тоже копию. Как только вы сказали, я немножко родственник, и вот первый же вопрос был к вам. Будете претендовать на нас? Нет, послушайте, на самом деле, на самом деле, шансы есть. Но ведь вам надо в судебном порядке заставить это самое, заставить, чтобы у него взяли тоже ДНК. Ну, оно может где-то есть, он же все лечился долго, может быть как-то. В Германии, может быть, да. Нет, то есть если попробовать, и тогда на что вы претендуете? На права на песни? Ну, хоть что-то, хоть что-то, хоть что-то. Может, у него неплохое наследство, я ничего плохого не знаю. Наверное, я не знаю, я честно говоря не знаю его. Вот я вам открылся. Вот так, стой. О материальном достатке я его не знаю вообще. Я только знаю, что когда-то, когда-то мне в пьяной беседе... Нет, я вам расскажу, я вам расскажу. Нет, я закончу, если позволите, я закончу, если позволите. Когда-то мне в нетрезвом разговоре о том, как войти в русскую эстраду, говорили так, что всю русскую эстраду держат два человека. Всю. Ну, это вот было, так сказать, там, может быть, лет 15. Значит, два человека, Кобзон и Пугачёва. То есть, либо вы входите под Пугачёвой, либо под Кобзоном. Они держат всё вообще. То есть, все бабки, всё через них идёт. Только через них. Значит, ну, это мне говорили 15 лет назад, может быть, с тех пор что-то изменилось. Да, Господи, извини. Ну, это давайте начинать с конца 8-го года. Ну, не важно, не важно. А вы, у вас какие сведения о наследстве? Давайте. Ну... Я тоже, может быть, подскребу у себя внутри щеки, может быть, ДНК, выскребу где-то. Там у него земельки под Москвой. Да? Там, там, ну, сущая мелочь, которая официальная. Ну, вы попробуйте, Денис, я бы на вашем месте дерзнулся. Может быть, может, не может. Вы знаете что? Вы начните, вы начните бегать с пробиркой, они, может, от вас откупятся. И не придётся ничего делать. Ну, ну, немножко, ну, хоть 10 тысяч долларов. Я умоляю, 10 тысяч. Вы очень скромный человек. Вас прогонят, вас прогонят из-за того, что вы... Пинками, пинками. ...мелкотравчатый. Я умоляю, 10 миллионов. Чтобы откупились, и всё. Начните бегать с пробиркой, взад-вперёд, и всё. А? Ну, просто с пробиркой такой. А что у вас с пробиркой? Да я тут, вот, сходи, ДНК, и всё. Начать бегать, и там уже пойдёт дело на лад, мне кажется. Уже какие-то люди подъедут поговорить. Может быть, с кастетами. Не знаю. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Доброе утро, Дмитрий Монкла. Я как раз вот тот халдей, который разносил шампанское с подносом. Что вы говорите? Ну, правда, не на... Господи, наполняйте все люди с того вечера. Это было в гостинице я работал. Тогда Кобзон приезжал на, по-моему, день рождения Маликова. И вот тогда их и обслуживали. Я работал официантом. Да. Вот. И запомнилось, что его Исиф Давыдович, пиво, кстати, ему подносил, закрылся в банкетном зале с господином Михайловым. Пришлось удалиться. С Михайловым, который певец тоже, не побоюсь этого слова. Нет, нет, который населяет Солнцево. Солнцево, Солнцево. Да, да, да. Из Солнцево. Как раз тогда все это усилилось. Нет, не Стас. Михайлов, который курирует Солнцево, а мы под ними ходим. Ты знаешь, что Кунцевские ходили под Солнцевскими? А я какое-то время назад был Кунцевским. Я был Кунцевским, ходил под Михайловым. Понятно? Ну, извините, пожалуйста. Но еще все нормально, и они вежливые, и клевые, и все. Абсолютно, да. Очень вежливый человек. Без всякого пафоса мне показалось. Абсолютно. Да, да, да. 7373948, я тоже так считаю. Я всегда, когда я с ним разговаривал, он вел себя спокойно, доброжелательно. Очень, очень, очень доброжелательный, спокойный человек. Не было в нем, ну, может быть, это тоже годы, до известной степени возраст. Потому что какие-то дергания мартышечи свойственны в молодости. А он очень человек такой зрелый. И мне кажется, даже, знаешь, я скажу, он принадлежит поколению, Кобзон, которое, которое старалось быть взрослее. Они, они вообще все, они все старались быть взрослее. Ну, их жизнь заставила. Они, 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 они взрослее себя вели. Они в 20 вели себя взрослее, и в 30 вели себя. Это вообще, это еще очень заметно на поколениях. Вот, я смотрю там даже, так сказать, там фотографии своих ровесников. Мы в 20 старались тоже все равно быть повзрослее, понимаешь? Там тянули как бы на 30, понимаешь, да? Такие кабельки, маленькие кабельки, а, так сказать, там уже старались, вот что мы уже мужики там, то есть, понимаешь? В 30 мы уже старались, как 45 нам вроде, понимаешь? И так далее. И Кобзон тоже принадлежит поколению, которое, так сказать, в детстве там, война, вот это все. А еще это поколение очень воспитанных людей. Они, они воспитанные, во-первых, да. Во-вторых, все-таки стараются быть постарше, то есть, посолиднее, не дергаться как-то. И, ну, вот, какое-то достоинство такое в себе пестовать, выдерживать, как бы, понимаешь? Поэтому я не знаю, ну, сколько я... При этом, при этом Кобзон, конечно, осознавал, кто он. Он, конечно, осознавал, что он великий. Он сто процентов, а? Знаешь, вот, когда он заходит к чеченцам в... На Дубровке? Да. В Норд-Ост. Он же им сразу говорит, а что вы не встаете-то? А что вы не встаете? Ну, ты знаешь, знаешь эту историю, да? А? Нет. Он зашел и говорит, я-то думал, здесь чеченцы, к этим террористам. Да. Я-то думал, здесь чеченцы. А они говорят, а мы и есть чеченцы, террористы. Говорит, вы чеченцы? Я к вам вошел, вы не встали? Понятно, да? Круто. То есть это... Я очень много читала про вообще эту операцию и никогда не слышала про это. Да-да-да-да. Он сам это рассказал. Он говорит, я, говорит, не понял, я думал, здесь чеченцы. А они говорят, ну да, мы чеченцы. А он говорит, вы что, говорит, какие же вы чеченцы? Я вошел, я старше вас. И так далее. То есть у него было абсолютное спокойствие величия. Вот это вот надо тоже понимать. То есть он как бы великий человек, который себя таковым осознает и при этом очень спокоен. Очень спокоен. То есть он не дергается. Значит, сейчас, секундочку, я почитаю Википедию, если позволите. Иосиф Давыдович Кобзон, 11 сентября. Видишь, вот это вот роковой месяц перед днем рождения. Товарищи, перед днем рождения-то все и помирают. Месяц перед днем рождения. Почему? Мы не хотим рождаться. Я серьезно говорю. Но депрессия перед днем рождения у всех, у нормальных людей, я сейчас говорю. У нормальных людей депрессия перед днем рождения. Ну, с 30-ти, да. Не с 30-ти, всегда. Да, с 30-ти, да, ну хорошо. Мне 18 было, 15 было депрессия. Перед днем рождения. Самый ужасный день. Нет, с тобой ничего ужаснее рождения не происходило никогда. Ну, вот подумай, за всю твою жизнь, двойка в пятом классе и всякое дерьмище, которое с тобой было. Подождите. То есть до 15 лет ты радуешься, ну примерно до 15-ти, кто как, ты радуешься подарком от родителей. Потому что это единственное... Я говорю не про день рождения, а день рождения, когда ты родилась, фактически. Твой день рождения, когда ты родилась с рождения. Да тут никто не знает. Ничего в жизни, в жизни любого человека, самая страшная вещь, которая с ним произошла, это рождение. Ничего ужаснее рождения с ним никогда не было. Ну, это правда. Ну, да, 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 да. Нет, ну послушай меня, ну почему ты думаешь, что это парадоксально? Это не парадоксально. Ты жила... Послушай меня, ты жила, ты жила, ты была существом, которое живет. Жила в темноте почти без звуков, почти без звуков. В температуре 37 градусов и в невесомости. Ну, в относительной невесомости, потому что ты была в жидкости. Ты жила, ты была существом, которое... Здравствуйте, здравствуйте, значит, Дарья Кирилловна. Ты была, Дарья Кирилловна, там, в животе матери, в невесомости, в 37 градусах, всегда 37 градусов, в полной темноте и в приглушенных звуках. Правильно я рассуждаю? Правильно. Никогда не испытывала голода, вообще никогда, потому что все по крови шло у тебя, все. Понятно, да? И потом эта жизнь кончилась, и ты испытала ее как смерть. То есть тебя оторвало, тебя понесло, тебя сжали, тебя начали душить, убивать, выкинули на холодный стол, температура 24 градуса, не 37, да, тебя выкинули в ледяной холод, который ты впервые познала, в ледяной холод, в гравитацию и в вопли врачей. Дышит, не дышит? Вот так вот. Ага, шлепни тебе по жопе. Да, шлепнусь по почте. То есть ты попала в ад. Сначала тебя убивали, душили через родовые пути, тебя душили. А потом ты попала в ад, да, где орут, где софиты, свет и все это, вот эта мерзость вся эта. Я говорю тебе, я говорю тебе, за всю твою жизнь ничего страшнее рождения с тобой не было, никогда. Ужас рождения, ужас рождения откладывается в нас навсегда. Мы никогда за всю свою жизнь ничего страшнее рождения не проживаем. Понимаешь? Даже смерть менее страшная. Потому что перед смертью человек слабеет. Слабеет, 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 потом умирает. А рождение это настоящее, настоящее кощунственный ужас. Настоящее. Самый страшный за всю жизнь. За все существование человека. Хуже рождения нет ничего. Поэтому перед днем рождения у людей депрессия. Потому что они предчувствуют говнище. Сейчас пойдет говнище. Понимаешь? Они предчувствуют эту мерзость. Мерзость рождения. Понимаешь? И поскольку они это предчувствуют, у них депрессняк адский. А потом хочется напиться. До скотского состояния. Потому что ничего хуже этого не бывает и не может быть. Понимаешь? И поэтому за месяц до дня рождения люди умирают. Предчувствие этого страшного события губит их. Понимаешь? И все-таки настаиваю, что до 30 есть компенсирующие эмоции, которые доставляют вам больше радости в день рождения, чем... От глупости, товарищи. Наверное. От глупости. Хорошо. Он родился 11 сентября. А как видите, перед днем рождения он ушел. Часов Яр. Сталинская область, Украинская СССР. Это рядом с... Это Донбасс, это Донецк. Часов Яр. Ты не можешь посмотреть, пожалуйста, на Яндексе, карта Яндекс. Часов Яр сейчас. Это в зоне ДНР или это в зоне Украины? Вот мне интересно. Значит, советский российский эстрадный певец, российский певец... А по-моему, там Украина. В Часов Яре. Не-не-не. Там Украина, по-моему. Значит, герой труда Российской Федерации. Часов Яр. Червоны, ступочки. Секундочку. Солидар. Попасная. Да-да-да-да-да-да-да. Это в ту сон. Часов Яр это Украина. Часов Яр это Украина. Это ехать на Бахмут, потом Попасная, где родился мой отец, в свою очередь, в Попасной. Потом едем... И вот видишь, вот это Алмазная, вот здесь похоронен мой дедушка, вот здесь, видишь, Алмазная, Алмазная. Родился 11 сентября 1937 года в Часов Яре. В еврейской семье, я читаю Википедию. Перед самой войной семья переехала во Львов. Ой, как это неудачно. Где его отец, Давид Кунович Кобзон, работал начальником отдела кадров конфетной фабрики имени Кирова. Затем, все-таки, нет, они успели. Эвакуированы были в Узбекистан. Отец и мать с тремя сыновьями, бабушка, братом, инвалидом, также бабушка, дедушка, дядя. Ну, все-таки понятно. Янгиюль. Они были в эвакуации в Янгиюле. Куда была эвакуирована и моя бабуля, баба Лена. Только ее муж ушел на фронт в ружье в 4 утра. Значит, она одна туда в Янгиюль поехала. Оттуда отец ушел на фронт политруком, его отец, уже из Янгиюля. Ну, а мой не мог, потому что он был кадровый офицер. Поэтому он сразу пошел. Значит, был сильно контужен, так далее, так далее. Встретив другую женщину, женился на ней. Такое было с несколькими моими родственниками. Шли с фронта. Один осел в Кировограде. Ну, шли с фронта. И где-то приживались у девочек каких-то хороших. Ну, пока идешь, встречаются какие-то люди на пути. Один в Краматорске прижился. Какой-то, говорит, в Кировограде. А еще знаю одного, тот на 4 года прижился у другой девочки. А потом повернулся все-таки в семью. Это мой дед. А, понятно. На 4 года прижился там, где-то пожил, пожил. Детей настрогал. Потом говорит, ну, я пойду домой дальше. Ну, а как? Оно же тянет домой тоже. В другой раз. Хорошо. Встретив другую женщину. Да, значит, болезнь и смерть. Хорошо. Давайте об этом не говорите. Что мы говорим о болезнях и смерти? Давайте у нас еще две минуты. Что-то такое приветливое и хорошее про Кобзона скажем. Давайте. 7, 7, 3, 7, 3, 9, 4, 8. Алло, здравствуй. Ну, действительно, человек большой, большой человек. А, доброе утро. Меня Игорь зовут. Я с Кобзоном на Кинотавре встречался. Да. Он меня на новую волну там определял. Ну, что хочу сказать. Большой человек очень хорошо. Он был жесткий, но справедливый. И вот когда я к нему там стоял, ждал, попасть в Костяницу, ничего не было, там два человека приходили. Ну, постоянно кто-то к нему обращался с просьбами. Он хотел все время помочь. Вот, ну, а насчет вот этого человека, который с наследством, там есть наследники в первую очередь. И пусть он... Ты понял, ты понял? Нет, ну, я думаю, что он острит. Он просто... От нервности нет, а его нервирует сама ситуация. И он острит. Так бывает с людьми, это ничего страшного. Вот, товарищи, значит, все хорошо. Это большой человек, он ушел. Наши, значит, с песни, песни его с нами. Мы слушаем песни, песни пока. Продолжаем. Ла-ла-ла-ла-ла, вот такие вещи все. Пап-папапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапап Девяносто четыре и восемь. По мосту было перекрыто, а сейчас на месте ДТП работают городские службы, устраняются все последствия аварии. Центробанк отозвал лицензию черкесского К2-банка. Финансовая организация не входит в систему страхования вкладов. Согласно данным отчетности, по увеличению активов на 1 августа, К2-банк занимал 349 место в банковской системе России. По информации ЦБ, он не был социально значимым и не оказывал существенного влияния на показатели банковского сектора Карачаева-Черкесии. Сквер на месте зимней вишни в Кемерове построят за счет благотворительных средств. Администрация региона сообщала, что к обустройству мемориального парка планирует приступить весной 2019 года и открыть его к 1 июня. Стоимость проектных работ составляет около 5 миллионов рублей. Во сколько обойдется строительство, станет известно после подготовки всех документов. Об этом агентству ТАС сообщили в пресс-службе областной администрации. Сквер будет включать в себя светомузыкальную башню, стену из природного камня с капающей водой, фруктовый сад, фонтан для детей, качели и амфитеатр с песочницей. В парке будут высажены 60 сосен по числу жертв пожара в торговом центре. Хоккеист Александр Радулов выставил на аукцион вставную челюсть. Стоимость лота оценивается в 3 миллиона рублей. Спортсмен таким образом поддержал другого российского игрока НХЛ Илью Ковальчука, который решил продать свою олимпийскую майку с автографами всех членов российской сборной. Аукцион длится до 5 сентября. Старт 2 миллиона рублей, шаг 50 тысяч. Майка крутая, сделаем доброе дело, написал Ковальчук в своем инстаграме, добавив, что все вырученные средства будут переданы на благотворительность. Напомню, в марте хоккеист продал внедорожник BMW X5, подаренный ему за золотую медаль на Олимпийских играх в Пхенчхане. Деньги он также направил на благотворительность. И полузащитник Спартака Квинси Промес продан в Севилью. Он покинул расположение московского клуба и отправился в Испанию. По информации портала sport24.ru, зарплата футболиста составит 3,2 миллиона евро в год, без учета налогов. Также он получит 2 миллиона евро в качестве подписного бонуса. Отмечается, что Промес станет самым высокооплачиваемым игроком Севильи. Напомню, полузащитник перешел в Спартак в 2014 году из голландского Твента. Контракт Промеса с московской командой истекает в июне 2021 года. В завершении выпуска информации о курсах валют. Доллар на сегодня 68 рублей 9 копеек, евро 79,68. И о погоде в эти минуты в Москве плюс 18. В течение дня облачно, с прояснениями, местами кратковременные дожди и грозы. Ветер переменных направлений от 3 до 8 метров в секунду при грозе порыва до 17 метров в секунду. Температура воздуха днем составит 22-24 градуса тепла. Таковы главные темы к этой минуте. Антон Кравченко. Говорит Москва. Говорит Москва. Говорит Москва. Говорит Москва. 94,8. Реклама. Образование – это неотъемлемая часть жизни любого современного человека. Обретая знания в школе, не останавливайтесь на достигнутом. Получая высшее образование, вы делаете вклад в свое будущее и будущее своей семьи. Читайте книги, посещайте музеи, выставки, лекции. Приобретайте новые профессии и навыки. Помните, знания дают возможность открывать любые двери и достигать новых высот. Телефон рекламной службы 737-8747, код 495. Радио Говорит Москва совместно с благотворительным фондом «Подарок Ангелу» собирает деньги на помощь казанскому Илье. Илья родился раньше срока, весом полтора килограмма. Первые три месяца мальчик провел в больнице. За это время он пережил менингит, пневмонию, операцию на головном мозге, шунтирование и переливание крови. Сегодня психологи, дефектологи и другие специалисты подтверждают, что несмотря на отставание в развитии, которое сопровождает почти всех недоношенных детей, эмоциональный и умственный интеллект мальчика сохранен. Илья растет жизнерадостным, улыбчивым, общительным, любознательным и очень смышленым. Сейчас малышу один год и восемь месяцев. Ему требуется непрерывная реабилитация, которая идет на пользу и дает заметный положительный результат. Вы можете помочь Илье Казанскому и другим детям, сделав пожертвование на сайте подарокангелу.ком. Говорит Москва Вы не поверите, 9.35 мы продолжаем. Слушайте много тем, и вдруг жизнь, как-то так сказать, заиграла. Apple покажет новые модели 12-го числа. Мы очень ждем, мы гневаемся. И больше всего гневается Даша Кнор, и она говорит, что они негодяи, что они продают тот же самый прибор. Ну, это правда. Каждый год. Ну, ближе не каждый год, нет. Ну, давай-то. Они продавали один и тот же прибор с шестого, потом шесть, шесть С, семь, восемь. Вот это все одно и то же. Это все шестерка, да? Это все шестерка. Четыре год, четыре поколения одинаковых приборов. Это они продавали шестерку, да, да. Одна и та же. Ну и что, ну и что? Ну, все равно. Они там добавляют 2 мегапикселя к твоей камере, и все, и говорят, вот тебе новый прибор. Ну, на самом деле, это вранье, это один и тот же прибор, правильно? Вот. Значит, сейчас десятка. Сейчас они десятку будут четыре года продавать. Вот и все. А у них уже лежит на полке прибор, который они будут продавать в 2025 году. Он уже все, он есть, там. Они должны отжать, да? Да. Ну, не знаю. Там же камера 360, там уже что хотите, да. Может быть. Я думаю, что вот сейчас они начнут предложат большой-большой айфон, вот этот 6,5 дюйма. Я считаю, что это хорошо, потому что у меня рука берет баскетбольный мяч, то почему бы моя рука не взяла и айфон такой? Поскольку я беру баскетбольный мяч, то что, правильно? Вот, значит, нормально. И я жду, я жду большого. Во-первых, и во-вторых, ну, хорошо, ну, давайте все. 12-го числа нам покажут, все ждут три модели. Первый это айфон 10, который есть и тот же самый, но это будет надуваловка, что вам прибавят там какие-нибудь два мегапикселя в камеру и скажут, что это новый телефон. Хрена там, это тот же самый телефон. Вот. Да, и скажут, что посвежее у вас процессор. Это все брехня, не слушайте ни разу. Все, спокойно. Значит, потом появится этот самый 6,5 дюйма айфон 10, такой здоровый, такой фаблет. Это нормально, мне кажется, правильно для большой руки. И дешевая версия LCD-экран. Не LED, не OLED, а LCD. Ну, посмотрим. Что-нибудь ужасное наверняка, чтобы испортить глаза. Ну и все, наплевать. 12-го ждем, теперь вопрос, когда начнут продавать. Вот это же всегда проблема, понимаешь? Мне надо успеть до дня рождения. А как они вот, сумеют или нет, постараются или нет? Не знаю. Хорошо, дальше. Пенсионная реформа. Найди мне, пожалуйста, продолжительность жизни. Нам кто-то скинул продолжительность жизни, и она укатилась куда-то к таратарам. Вот здесь вот в Телеграме. Нет, в Телеграме почему? Мы сейчас в Телеграме найдем. Назад, назад, мне кажется, назад. Во, 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 пра, 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 пра. Стоп, 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 ага, открывай. Вот, кто, кто? Это прекрасный слушатель, имя которого мы скроем от органов, который прислал нам продолжительность жизни по регионам России. На самом деле, меня, я видел этот список прежде, и, знаешь, меня потрясло, нас серьезно потрясло, то, что Московская область гигантское отличие имеет от Москвы. Гигантское. Что говорит о том, что Московская область ведет пагубный образ жизни. Ну, я сейчас не шучу. Давай посмотрим. Например, это что? Продолжительность жизни мужчин по субъектам РФ. Это какая продолжительность жизни? Фактическая? Ожидаемая? Какая? Я не знаю. Ну, давайте мы будем антинаучными. Г. Москва. 72,96. То есть, по-настоящему в сотые, сотые трудно переводить, как вы знаете, потому что месяцев 12, значит, а здесь сотые. Ну, офигенски. Одна сотая, это 3,65 дня. Ну, как тут переведешь? Хорошо. Тем не менее, будем считать, что Москва 73 года у мужчин продолжительной жизни. 73 года. Значит, дальше. Я смотрел Омскую область, если найдешь сейчас, Оренбургская, 64 года, почти 64. Омская, 65 почти, 64,5, да? И Московская. Вот найди мне Московскую. Я не вижу, это не на моем компьютере. А, вот как? Хорошо, я сейчас поищу. Московская, Г. Москва, Московская область. Я посмотрю, нет. Где Московская? Покажите мне пальцем. Но не в своем компьютере, а в моем. А, вот. Московская область. Нет, Пермская, Карелия. Московская. Дело в том, что меня потрясло, что сразу за Амкадом начинается как бы другая страна. Вы понимаете? Ну, это мы с вами знаем без этого. Мы знаем, что там другая страна. Но это настолько разительно по продолжительности жизни показывает. Вот Московская область. Да, 67. 67. А Омская 64,5. Значит, что-то изменилось. Совсем недавно и там, и там было 62. 62 в Омской, 62 в Московской области. Что-то изменилось чуть-чуть. Видите? И там, но... Псковская 62, 72. Ну, тоже 62. Да, да, да. Это продолжительность жизни мужчин. Иркутская область, 61 год. Амурская, 61,5. Забайкальский край, 62. Но я округляю. Я округляю. Кемеровская, 62. Сахалинская, 62. Новгородская. Новгородская. 62. Псковская, 63. Я округляю. Алтай, 63. Вы мне все говорите, что надо переехать на Алтай. Посмотрите сюда. Алтай, 63. Если там люди не живут, то что туда ехать-то? Курганская, 63. Карелия, 63. В Карелии тоже не живут, пожалуйста. Ездят туда отдыхать, всех валят. Там не живут, потому что бедные люди, местные жители. А вы тут богатые туда приедете, вложите деньги. Стану одним из них. Поселюсь в Кондопоге где-нибудь. Пермский край. Стану Кондопожанином. Пермский край, 63. Магаданская, 63. Хабаровский край, 63. Камчатский край, 63. И в Ингушетию, получается, надо ехать. 76-51. Надо в Ингушетию. Вот тебе, вот тебе большой обман. Потому что самое клевое место, практически Италия, это Ингушетия. Ну и все, и все. Мы сказали, мы все сказали. Можно я ничего не буду добавлять? Если я, если я понимаю, что в Ингушетии приравнено к Италии, то значит, правды в этой статистике нет. Понятно? Ну нет правды. 73. 73. 73. 94. Алло, здравствуйте. Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте, Дарья. Здравствуйте. Андрей Братко, я как раз звоню оттуда, где... Да, где не живут, где не живут. 61 год. Я вот как раз хочу сказать, что вот тут мерность, все это, даже не реформа, а вот этого повышения, это как раз, речь идет о том, что люди здесь живут, вот здесь лето, три месяца всего лишь. Ну, такое нормальное, тепло, зеленая трава. У нас уже желтые лица сейчас собираются, а остальные 9 месяцев, и у нас холодно, отопление здесь 9 месяцев в году. И о каком повышении пенсионного возраста может идти речь? Да. вопрос другой. Если хотят, давайте так говорить. Андрей, Андрей, извините, напомните, пожалуйста, напомните, пожалуйста, людям, что Иркутск, это юг России, это южная граница России. Южная. Не, 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 я... Нет, нет, подождите, за вами уже другая страна, то есть все, вы и есть юг. Если там не жить, то прервется линия вот эта русских, не будет ее просто. Ну, конечно, конечно, Дальний Восток, там питается уже давно-давно, зубы пыщут уже. Да. Все. Поэтому я говорю, что если правительство хочет, чтобы остались вот эти территории за Российской Федерацией, надо просто по-другому как-то заселять их, дать возможность людям, чтобы здесь они пусть получают даже пенсию в 50 лет, пусть они остаются здесь жить, пусть он получает пенсию вот эту в 50 лет, но пусть он живет здесь до 60, до 70. Мы должны для себя, мы должны честно себе сказать, что есть тяжелые регионы и России, они нужны. Вот и все. Ну, себе надо. Давайте так говорить. Вот я просто имею возможность, у меня московская прописка, я живу просто в ее сброске. Значит, я когда приезжаю в Москву, я вижу, что люди все таки на пафосе все там, но основная масса, которая там тусит, да, люди, там хорошие дороги, хорошие обслуживания, более-менее там, значит, продукты, вот. А сюда приезжаешь, тут адский ад, и пипецкий пипец, потому что... Не надо, я вас умолю. Да, не, не, я просто такое, это по телевизору такие слова говорят. Да, я уже... Да, просто тут тяжело жить, и я... Вот эта издевательская реформа, кстати, один товарищ высказал в обсуждениях, что автор этого изменения возраста это товарищ Кутрин, который был 10 лет до этого министра финансов, и когда говорят, что страна такая встала в плохом экономическом состоянии, так тогда, значит, наверное, бывший министр финансов, который был назван лучшим бухгалтером нулевых годов, может быть, он должен тогда выступить и сказать. Да, да. Спасибо, спасибо. Иркутск, Братск, Братск, из Братска звонит Андрей, Андрей там работает в Братске, но он говорит, что у него московская есть прописка, но он работает в Братске. Да, это, конечно, Братск, Братск, Братск. Просто это на Ангаре, да, это северная Иркутска. Да, да, да. На встречу в утренней зале. 7373948. Знаешь, как песенку, да? Алло, здравствуйте. Да, здравствуйте, Сергей. Здравствуйте. Ну, вот эта статистика, она полностью опровергает общемировую практику. Вот у нас самая высокая продолжительная жизнь, ну, одна из самых высоких, в крупнейшем мегаполисе. Крупнейшие мегаполисы во всех развитых странах, да, они, наоборот, на последних местах, ну, по понятной причине, там всегда хуже экологическая обстановка, чем в сельских районах, и, собственно, в Москве то же самое. Вы знаете, в данном случае, мне кажется, все-таки вопрос культуры, культуры, принципиально. Нет, Сергей, есть всего два, есть всего две причины. Две. Две причины. Да. В Москве стабильно есть работа, которая позволяет относиться к своему здоровью, да, как к средству зарабатывания денег. Это вот и трактует, заставляет человека вести себя культурно, и в том числе по отношению к своему здоровью. И вторая причина, это просто в Москве есть хоть какая-то медицинская помощь общедоступная. Да, и благодаря всем этим факторам, еще вдобавок, светлые люди из разных регионов России сюда съезжаются. Светлая молодежь, светлая молодежь приличная. Да, наиболее, наиболее пассионарные люди, конечно, собираются, где зарабатывали денег, но это, опять же, функция наличия работы. Ну да, да. В крупнейшем мегаполисе. Именно вот это, вот это, и дает нам продолжительность 73 года. И я хочу обратить внимание, что Москва, на самом деле, приближается к мегаполисам Европы по продолжительности жизни. Ну да. Если сделать скидку, особенно на продолжительность нашего холодного сезона, который объективно уменьшает там на год-два по сравнению с Европой, то мы практически находимся на уровне Европы. На уровне Европы. в Москве. А все остальное, это полное... Ну все равно, вы марксист, давайте вы будете марксист, а я все-таки буду не марксист. Поэтому я буду утверждать, что здесь культура населения, культура населения, такова, что мы представляем собой культурно-другую страну в сущности. А вы считаете, что это связано с работой? Ну хорошо. Я учился в медицинском институте. У меня как раз марксист с кафедры политэкономии всегда говорила, что здоровье человека это, собственно, производственная сила, да? Да. Ну, вот. И в том случае, если эта производственная сила востребована, они не заботятся. Вернитесь в общество консюмеризма и скажите, что здоровье человека это также и потребительская сила. Потребительская сила. Несомненно. И вот в той среде, в которой наличисят деньги, все стороны процесса, все субъекты заботятся о здоровье человека. Вы знаете песню по ангаре, которую Андрей из Братского позвонил, а я сказал по ангаре, и Даша ее не знает. Вы знаете эту песню? Для вас и для Даши. Для вас и для Даши. Тем более, что поет, нет, поет Кобзон. Нет, поет Кобзон. У меня тревожная молодость, я считаю, что самая сильная его песня. Тревожная. Знаете, мне кажется, вот поет Кобзон по ангаре, потому что Андрей у нас сидит в Братске. Сам-то я из Тай-Турки, как вы хорошо знаете. Ты знаешь, что я из Тай-Турки. И по ангаре это песенка, которую пел, в том числе и Кобзон. Это не Басков никакой, это Кобзон. На встречу утренней заре по ангаре. Верят девочки в трудное счастье, не спугнет их ни дождь, ни порга. Ведь не зря звезды под ноги падают, падают, и любуется ими тайга. Река бежит, зовет, куда-то плывут сибирские девчата. Навстречу утренней заре по ангаре. По ангаре. Навстречу утренней заре по ангаре. Будут новые плыть пароходы, будут годы друг друга сменять. Но всегда две девчонки, девчонки на палубе под баян будут вальс танцевать. А река бежит, залет, куда-то плывут плывут сибирские девчата. Навстречу утренней заре по ангаре. По ангаре. Навстречу утренней заре по ангаре. Такая художественная ложь, на самом деле. Ты знаешь, да? Кристалинская майя, я помню, ее она осуждала евреев, которые эмигрируют в Израиль. Она специально была на Первом канале, она была единственной госсрадио. Она сидела, если я не ошибаюсь, все-таки Кристалинская. Она говорила, что они отвратительные, отвратительные. Или она вернулась, нет, потому что она дернулась и вернулась. Это такая история. То ли она дернулась и вернулась, то ли она их осуждала, а потом дернулась, то ли просто осуждала, а потом опять осуждала. Но она, главное, сидела в президиуме, я помню, и говорила, что евреи недоброкачественные пошли какие-то. Недоброкачественные. Она хорошая, ну, настоящая еврейка, а эти какие-то недоброкачественные. А почему художественная ложь? Художественная ложь про Ангару? Да. Ну, потому что это вранье. Это, ну, это 63-й год. 63-й год. На Ангаре они могли встретить меня, оба этих прекрасных исполнителя. Мама ходила покупать молоко. Знаешь, как в Тайтурке продавали молоко на рынке? Я тебе расскажу. Молоко продавали так. Баба доила корову в Тайтурке на Ангаре. Ну, там река белая, она впадает в Ангару. Тайтурка на белой ставит. Значит, и, соответственно, они в тазике разливали молоко. В тазике. Такие металлические, эмалированные. И туда клали ветку. Ну, ветку и ивы. И ветку дерева. Потом выносили это на этот самый, на рынок. Всю эту ахинею. Тазики прям. И когда ты покупаешь, они обдавали там... Ну, короче, это тебе продавали намерзшее на ветку молоко. Понимаешь, что? Угу. То есть мама брала ветку в руку с намерзшим молоком и несла домой. Дома клала эту ветку в тазик с намерзшим молоком. Молоко растаивало. Меня поили. Ну, ты врубаешься или нет? Ты не врубаешься в физику процесса? Да, так я постараюсь. Все, я врубаюсь. Я просто думаю, как это... Не надо кипятить. Оно промороженное хорошо. В тазик. На ангаре я в тазик. Наливали молоко. Понятно. И клали веточку. Чтобы торчала палочка. Чтобы можно было взять. Эта хрень примерзала. Потом обдавали со дна, обдавали теплой водой. Соответственно, тазик молока вы... Тазик оставался, а молоко оставалось отдельно. Всю эту хрень собирали куда-нибудь в мешок там или куда-то. На бумагу куда-нибудь клали. На подводу. Везли на рынок. На рынке вот эта куча этих тазиков продавалась, как это... Мороженое... Ну, куски молока. Женщины брали за веточку и шли домой. Дома в тазик клали. Это растаивало. Понятно? Ну и все. Поэтому вот эта брехня 1963 года, которую исполняет Кобзон и Кристалинская, есть вранье. Музыка Пахмутовой. Стихи Добронравова. Это художественная ложь. Ложь. Жилось тяжело, трудно. Трудно жилось, тяжело. У них там клево в песне. А жилось трудно, тяжело. Тяжело жилось. Понятно? Значит, а эта ахинея была призвана обелить режим, обелить власть, обелить, создать иллюзию счастливой жизни советских людей. Не врите, товарищи. Вот и все. Не надо врать. Ну, зачем? Своим ребятам ку-ку. Но они в 1963 году это поют? На Ангаре. В 1963 году. А я там был. В 60-м. На Ангаре. На Ангаре. На Ангаре. Навстречу утренней заре. Хрен вам вот так. Нет, на Ангаре-то ты не был мне уже. Я был на реке Белая, которая впадает в Ангару. Мне даже становится обидным. Мне один из слушателей пишет. Но ведь ты был не на Ангаре. Ну, конечно, я был не на Ангаре. Я очень упрямый мальчик. Я сейчас посмотрю, если позволите, чертову реку Белую. Река Белая. Река Белая. Очень хорошо. Что Кристаллинская? Кристаллинская осуждала евреев все дела. Я помню, очень хорошо. Она сидит в президиуме и осуждает евреев. Что они, дескать, недоброкачественные. Я всегда забыл, почему, но она все время их ругала. Но она хорошая, типа, а они не очень. Сейчас, секундочку. Значит, Балхаш. Я иду к Ангаре. Сейчас, секундочку. Иртыш, Опь. Как это обидно все-таки мне делается, когда... Моя память опровергается. Почему вы опровергаете мою память? Моя память помнит очень все четко. Мурен. Вот, пожалуйста. Усть-Кутск. Ангара. Это все наши места. Сейчас посмотрим. Значит, я хочу найти Тайторку. Да, впадает она в Ангару. Тайторка рядом с Мальтой. Где Тайторка? Покажи мне. А ты уже нашла, да? Да. А Тайторка, это где я жил. Я жил в гарнизоне. Понятно? Ни в какой-нибудь деревне. Вот Братск. Где Тайторка ниже? Тайшет, Иланский, Зеленогорск, Красноярск. А я уже до Красноярска допилил. Значит, наша река Белая, вот зима, где Евтушенко родился, станция Зима. Помните эту фигню? Ну вот. А река Белая, где Белая? Покажи мне. Сейчас, сейчас. Сейчас. Ребята, мы должны быть принципиальными. Когда меня ругают, я хочу принципиальным быть. Братск вижу. Вот Тайторка. Тайторка, река Белая, Мальта. Есть там Мальта у нас? Да? Тайторка, Белореченский, Сосновка, Белогорск. Вот, пожалуйста, Белая аккуратненько впадает в Ангару около селения Олонки. Олонки. Когда будете петь про Ангару, спросите Сережу, ладно? Придите ко мне и спросите. По Ангаре я вам спою что-нибудь еще про Ангару. Договорились? Все. Там летал, кстати говоря, Дудаев. Впоследствии президент Ичкерии, террористической организации, запрещенной на территории Российской Федерации. Дудаев летал в Тайторке, потому что там стояло два полка в то время, как мы летали там. Там стояло два полка. Один стратеги стояли, и Дудаев летал на стратегах, а второй — истребители. На истребителях летал мой отец. Вот и вся. И оттуда из Тайторки мы отправились в Омск. Понятно? В Геомск, где я сделался омичом, живущим на заводе «Полет». Чикаловский. Ладно, все, прекратите. Прекратите ко мне придираться, я очень прошу. Слушай, ФБК нашел у тещи, и все сейчас говорят про дачу. Я хотел с вами посоветоваться. Я хотел с вами посоветоваться. Теща главы пенсионного фонда. Почему Дроздов может быть богат, и почему это может быть? Откуда деньги? Ну, сейчас я не про легальность, не про красоту, не про Америку, не про Норвегию говорю с вами. Антон Дроздов, глава пенсионного фонда. Дача на Рублевке рыночной стоимостью 400 миллионов рублей. То есть недавно это было 13 миллионов долларов. Я хочу сказать, ну, люди же покупали по старому курсу, слышишь, 13 миллионов долларов. Люди покупали совсем серьезные. Ну, условно, как на Рублевке устроена жизнь. Вход 1-2 миллиона, ну, вход 1-2 миллиона, да, поскромней имущество. Вот. Потом берем люди посерьезнее, так сказать, в хороших поселках пятерочка, где-то 5 миллионов. Люди совсем крутые, прям совсем вот улетные. Ну, это уже под десятку. То есть вот выше пятерки, это совсем улетные чуваки, Рублевка. Он по 13 взял дом, хата, 13 миллионов. Ну, 400 миллионов, если правильно сказать, цены-то не менялись в рублях, а рубль был, рубль был дороже. Если человек взял 13 миллионов долларов дачу, то он мог купить и за 2 миллиона, а купил за 13. 33 сотки, дом площадью 617 квадратных метров и гараж на 128 квадратных метров. Ну, да. Ну, да, он еще. И потом он живет еще в Малом Казихинском. Знаешь, что я говорю? По соседству с участком находится... Ну, ладно, все это... Да, не слышишь, подожди. Еще он живет в Малом Казихинском дом у него, в смысле квартира насколько. В Малом Казихинске это Остоженка. Да. Остоженка, это рядом с Молочным, там в Малом Казихинском, ну, что мы говорим, там народ платит за квартиру тоже где-то 10 миллионов долларов. 10. Ну, пятерка, пятерку стоит уже Причистинка где-то, там вот такие места, а это в Малом Казихинске, это совсем не фиговое место. То есть у чувака типа имущества, ну, там на круг, на имущество, где он просто вот живет, ну, греется, так сказать, миллионов на 20-25 долларов по старым ценам, да. Значит, знаешь, человек обеспечен. Я сейчас без морали, без ничего, откуда бабло, я тебе скажу откуда. Я скажу, но после, давай после, после новостей скажу. Я скажу после новостей. Погнали, в движение. Подъем в движении. Ой, господи, у меня братский ангара открытый, я так и знал, чтобы... А я уже открыла 4 балла, 4 балла. Братск, у меня братск, да знаешь, сколько там баллов, не сколько, не баллов, не сколько там ни баллов. Ничего, сейчас, правда, интересно, сколько у братских баллов, вас же это сильно обрадует. Да нисколько там нет баллов, вообще нет, они без баллов живут. Как хотят, так и живут. На ангаре же, что им насрать. Ладно, смотрите, еще у нас 4 балла, юг плохой. Где-то, так сказать, с 4 до 8 по циферблату, до 7 по циферблату. Внутренний МКАД очень тяжелый. Да, и на 4 часа по циферблату тоже там какие-то крестьяне нарисованы, переградили движение. В город поехали дальше, ближе. Ленинград. Что? Все, новости! Внимание! Внимание! Говорит Москва! 94,8 10 часов. Столица в студии с новостями. Антон Кравченко. Здравствуйте. В Средиземном море впервые пройдут учения ВМФ и ВКС России. Они состоятся с 1 по 8 сентября. Как сообщил главнокомандующий военно-морским флотом адмирал Владимир Королев, к учению привлекаются корабли Северного, Балтийского, Черноморского флотов и Каспийские флотилии, а также самолеты дальней авиации. Всего в маневрах примут участие 26 боевых кораблей и судов ВМФ, включая две подводные лодки, а также 34 летательных аппарата. Флагманом группировки выступит ракетный крейсер «Маршал Устинов» Северного флота. В рамках учений полета осуществят стратегические ракетоносцы Ту-160, противолодочные самолеты Ту-142 и Ил-38, а также истребители Су-33 и самолеты Су-30СМ морской авиации. В России появится черный список помощников-хакеров. Речь идет о клиентах банков, на чьи счета выводятся средства, похищенные мошенниками. Как отмечает газета «Коммерсант», в списке, который будет составлять Центробанк, могут оказаться и добросовестные клиенты. Например, если их счета злоумышленники использовали тайно или в случае ошибок. Людям, попавшим в список, банки должны будут ограничить снятие наличных и переводы со счетов. Но в большинстве случаев от таких клиентов просто стараются избавиться. Механизма исключения из списка не предусмотрено, пишет издание. Глава Башкирии наградил экипаж аварийно севшего самолета в Уфе. Командир воздушного судна Юрий Харьговский, второй пилот Владимир Павленко и бортовой инженер Сергей Лакида получили орден Салават Юлаева. Бортпроводники были удостоены почетных грамот. Самолет Ту-204 авиакомпании «Рэд Винкс» утром 22 августа вылетел из Уфы в Сочи. На борту находились 204 пассажира, в том числе 41 ребенок. Из-за возгорания левого двигателя самолет вернулся и аварийно приземлился в аэропорту вылета. Никто не пострадал. В Росавиации заявили, что пожар в двигателе самолета произошел по техническим причинам. В ЦИОМ подсчитал траты родителей на подготовку ребенка в школу. По данным опроса, средние расходы на одного школьника составили 21 135 рублей. Из них около 10 тысяч приходится на покупку школьной формы и сменной обуви. На рюкзак, письменные принадлежности и учебно-методические материалы в среднем пришлось почти 2500 рублей. Согласно результатам исследования, 67% родителей считают, что именно школьную форму нужно приобретать за свой счет. А треть участников опроса отметили, что за свой счет нужно покупать и подарки учителям. В завершении выпуска информации о курсах валют. Доллар на сегодня 68 рублей 9 копеек, евро 79,68. И о погоде. В эти минуты в Москве плюс 18 в течение дня облачно с прояснениями. Местами кратковременные дожди и грозы. Ветер переменных направлений 3,8 метра в секунду. При грозе порыва до 17 метров в секунду. Температура воздуха в течение дня составит 22-24 градуса тепла. Таковы главные темы к этому часу. Антон Кравченко. Говорит Москва. Внимание! Говорит Москва. 94,8 метра. Реклама. Найти лекарство за полминуты. Заказать препарат за полцены. Выбрать аптеку на полпути к дому. Все это может сайт asna.ru. Давайте экономить. Экзралфинлак против грибка ногтя за 599 рублей. Внимание! Asna.ru вызывает привыкание к удобству. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом. Эти 5 дней изменят все. Ведь с новым ноутбуком ваши возможности безграничны. Только до 3 сентября. Выберите свою модель по супервыгодной цене. Так HP 15 с гарантией автономной работы до 9 часов. Всего за 16 990. Техника для отличных результатов ждет вас. М-видео. Первые 25 лет. Подробности и ограничения в магазинах. Живя в большом мегаполисе, мы каждый день погружаемся в бешеный ритм дорожного движения. Помните, неважно водитель вы или пешеход, взаимоуважение на дорогах – это залог вашей безопасности. Переходить дорогу в положенном месте, соблюдать скоростной режим и быть внимательным к знакам дорожного движения. Это значит ответственно подходить к своей жизни и здоровью. Телефон рекламной службы 737-8747, код 495. Как помочь и кому? Как попросить помощи у кого? Президент благотворительного фонда Алеша Алексей Зиновьев. В эту пятницу после 12.30. Не подвиг, но доброе дело. Говорит Москва. Слушать, думать, знать. Правильные глаголы. 94,8. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Сережа, пастушок, поиграем, поиграем, поиграем. Роняя дров, Сережа, серебряный рожак. 10 часов 6 минут пятница 31 августа. Да, дорогая, ты думала, что погуляла стрекоза? Лето целое пропело, оглянуться не успело, а? Здравствуй, великий город. Здравствуйте все. Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Дарья Кнор, ведущая этой программы. Посмотрим-ка мы с вами курсец. Ага, курсаруб.ком. 6806. Мне кажется, нормально. 6806. Вчера такие перепуганные. Я ехал мимо обменок. 6870. 6870. Потом... Ну, куда-то ехал. Потом назад еду на них же. 6850. Потом еду на одном. 6845. То есть, как бы был перепуг. Все ждут, что пульнет рубль туда на 70, 75, еще куда-то. Ну, как бы, я тоже боюсь. Все мы побаиваемся, но ничего страшного. Евро почти 80. 79, 51. Прикинь. Значит, нефть 77, 91. То есть, нефть прет вверх, и рубль дешевеет. О чем это говорит? Что у нефтяников образуется... Много денег. Очень много денег. Да. Очень много денег. Кощунственно много денег. Нефть дорогая, рубль дешевый. Как это прекрасно. 1,1681. Медленно, но верно. Евро ползет вверх. И 6,996. Почти 7 биток. Хорошо. Давайте, давайте двинемся дальше. Нет, вот Николай из скорой... Алло. Николай, здравствуйте. Ой, здравствуйте, Сергей. Давно я вам не звонил. Я вам по 63-й год хочу сказать. Николай, Николай, я думал, что-то экстренное. Извините, пожалуйста. Спасибо вам огромное. Спасибо. Про 63-й год. Немножко про 63-й год. Сделаем какую-то передачу такую. 63-й. Я бы начал даже в 1763-й. А что? Там знаменательные события происходили. После Переяславской рады. Это же будь здоров. Да, можно тогда... Там же была Переяславская рада в 1754-м, если я не ошибаюсь, в 1756-м. Потом, как бы, как полагает украинская историография, зловещие москали убили Хмельницкого, поскольку он передумал и хотел отсоединиться. Ты знаешь, да? Да. Ну, это не только... Это не только... Значит, это не только и украинская историография, это и русская тоже полагала, что Хмельницкий решил дернуться в другую сторону. Он хотел стравить Россию и Польшу, а потом выскочить. Как это свойственно многим украинцам. И он... Ну, и мы не дали выскочить, его убили просто. Вот так случилось. Извините, пожалуйста, мой смех. Это нервное. Значит, что мы хотели сказать про хозяина этого нефтяного... Пенсионного, простите, но это не хуже. Пенсионного фонда. Значит, что он хорошо живет. Вот я, так сказать, считаю об этом, если позволите. У него дача на Рублевке, рыночная стоимость. Ну вот, началось буква ЕС. Я так и знала, прям думала... Ну, еще чего? Ну, с Хмельницкий чуть раньше, чем 1863. Ну, 62-й какой мы с вами... Какая разница? Что, что, что? Да ну... Что они там, буква ЕС где-то стоят? 54-й. Я искал 54-й. Нет, мы сами говорили про 62-й год. Нет, я сказал 1763-й. Я бы начал с 1763-го года, потому что он очень интересен, потому что там начались события после Переяславской Рады. Вы что, не слышали, что ли? Плохо со слухом? Да. После Переяславской Рады. В 54-м была Переяславская Рада. В 56-м убили Хмельницкого, если я не ошибаюсь. В 57-м. В 57-м убили Хмельницкого. Видите, я в 18-м веке кое-как примерно волочу. Чуть-чуть волочу. Не так уж сильно, конечно. В 54-м Переяславская Рада, в 57-м убили Хмельницкого, а в 63-м, ну там рядом, опять началась какая-нибудь война и заваруха. Украина есть такая... Украина есть такое место, я вам хочу сказать. О-о-о. Там все время... Там, как говорил... Как говорил Николай Васильевич Гоголь, я не ручаюсь за цитату, опять паны и полковники, ясаулы и полковники скубаются, как псы. Как псы дерутся, кусаются. Он тогда в Украине употребил, кстати говоря, это приводится в пример. Николай Васильевич Гоголь написал, в Украине ясаулы и полковники грызутся, как псы. Вот так... В любую эпоху в Украине, в Украине и на Украине ясаулы, полковники и всех, все, все против всех грызутся, как псы. Это обычное состояние этой прекрасной страны. Да, подождите. Значит, Антон Викторович Дроздов, 53 года. Значит, у него много имуществ. Я берусь доказать, почему это хорошо. Я сейчас вам докажу. Секундочку. Дайте мне время. Он никогда не был бизнесменом. Никогда, ни одной минуты в своей жизни не мог сказать, а я вот, так сказать, там, частное лицо, я работал сам на себя, я мало ли что, это не ваше дело. Понимаешь? Никогда не был владельцем бизнес-структуры. Всегда был просто экономистом, всегда просто считал чужие деньги, всегда был нанятым человеком. Начал, да, работал на государство. Начал экономистом в Винфине СССР. Затем был начальник отдела, зам начальника управления, директор департамента экономики при правительстве РФ. В июле восьмого года стал главой пенсионного фонда ПРФ, ПФР, простите, ПФР. Гигантская бюрократическая машина, в которой 110 тысяч человек работают, получают зарплату, но ничего не решают, не придумают, они просто распределяют. Распределяют, 110 тысяч человек в пенсионном фонде распределяют деньги. Никаких своих денег у них не существует. Они, так сказать, берут деньги, трудовые деньги работающих русских людей и отдают пенсионерам. Вот они просто перепускной клапан. Перераспределить. Тем не менее, у него примерно на миллиард рублей собственности. Полагают критики. У него или у тещи? У него, ну всех вместе. Теща, а что это такое теща? Это ж равная кровиночка. Боже мой, теща. Господи. А? Да? Хорошо. Значит, что-то про тещу столько анекдотов, кстати, украинских. И они все почти непристойные. Ну ладно, я не буду рассказывать. И все они начинаются со слов «маму». Маму. Это украинский зять обращается к теще. Маму. И все они дальше непристойно. Извините, пожалуйста. Хорошо. Значит, Алексей Навальный. Значит, миллиард. Я тебе расскажу, почему. Почему? У него должно быть много денег. У него квартира. Малый Казихинский. Это Патрики. Да, совершенно верно. Значит, которая стоит примерно около 500 миллионов рублей. Вот считаю. 335 квадратных метров в элитном доме на Патриках. Два машиноместа в этом доме. Каждая машиноместа стоит 4 миллиона рублей. Каждая машиноместа. Но еще, 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 еще. Ну, миллиард. Хорошо. Человекомиллиард. Я тебе скажу. Вот он сидит. И одним рощерком пера все деньги пенсионного фонда перемещает в Сбербанк. Так? Ну, допустим. Все деньги пенсионного. К нему приходят люди какие-то и говорят. Как его зовут? Ему говорят. Слушай, Антон. Ну, Антон. Его зовут Антон. Да? Антон Викторович. Слушай, это умный человек или дурак? Он говорит. Да я никогда дураком не был вроде. За всякое меня обвиняют. И кариес у меня есть. Но дураком я не был. Хорошо. А что он там вот это в Сбербанке, что тебе грех дает за это? Да и ничего не дает. Понимаешь? Что грех-то дает? Ничего не дает грех. Кроме гемора. Что хорошего с грехом-то? Хорошо. А ты помести деньги вот сюда. Ну, пусть они просто лежат. Они же лежат сколько-то. Вот они приходят и сколько-то лежат. Правильно я рассуждаю? Ну, да. Ну, пусть они тут полежат. Тебе какая разница? Господи помилуй. Ну, сам подумай головой. Правильно? Вот мне кажется, на этом можно хорошо заработать. Ну, я так думаю. Я не знаю. На чем бы вы заработали, если бы вы были руководителем Пенсионного фонда Российской Федерации? Вот вы лично. Дайте мне наколочку. Я бы заработал на верном банке каком-то. Я бы, пожалуй, верный банк. Я бы сказал, братва. Ну, сколько овернайт полежало? Уже же мы что-то можем намазать на хлеб или нет? Ну, я по-серьезному сейчас говорю. А? Ну, мы... А можно для тупых? Вот какая схема? То есть он берет деньги... Ну, ты... Да. Здрасте. Здрасте. Ну, как бы вы заработали, будучи начальником? Да, Сергей, я подтверждаю. Я немножко связан был с пенсионными фондами. Да. И я вам скажу, что там до двух триллионов доходит накопление тех вот молодых, которые еще только через 40-45 выйдут, грубо говоря. Это очень длинные... Машина будет зря лежать, боже, пропадает. Вы послушайте, там просто очередь. Они реально договариваются для того, чтобы положить на депозит, а в те банки, которые определенные центробанка, там десятка-двадцатка банков, которая разрешена, там больше нельзя. Там такая борьба идет за эти деньги. И там, я вам скажу, вот если там, ну, образно, ну, что, договариваются, ну, там, рыночные 10-9%, да, например. Ну, да. Ну, пусть и вы. Ну, понятно, там 2-3% это уже как-то заносится, это делают банкирую в легкую. Ну, конечно. И все сейчас, смотрите, все, у всех хорошие машины, у всех хороших квартир. Сергей, это очень большие деньги, поверьте, потому что вот недавно, года 2-3, в поличные взяли сотрудницу в ПФРе, как раз вот на вот этом ей кто-то просто из банкиров дал кредитку. А на кредитке было около 50 миллионов рублей, просто вот потому, что она решила вопрос, миллиарды положила в банк. Да, и все. А там ей пин-код тоже сообщили, наверняка. Да, да, да. Ну, это же было, это поднять можно в Яндексе, по поиску вот эту сотрудницу. Да, да, да. Ну, что 50 миллионов. Ну, благодарность. А как вот так, без благодарности, что же странно, понимаешь? Люди для тебя делают, а ты как скотина. Сам в деньгах купаешься, шлешь им привет с яхты. Надо сказать, подташнивает, конечно. Ну, где подташнивает? Ну, подташнивает. Ну, давай так, у меня... Можно схему, пожалуйста. Ну, схему. Увернайт, что такое увернайт? Нет, откуда сначала берутся эти деньги, которые для увернайта? Ты работаешь. Берете... Кнора работает. Да. Можно про кнора расскажем? Кнора работает. Ей работодатель платит какую-никакую зарплату какую-то смешную, так? Которую она тратит на пончики потом. Значит, и часть этой зарплаты... Овощные тарты. Она купила овощную тарту сегодня и дала мне половину. Ну, хорошо. Значит, и часть этой зарплаты идет... Ну, не часть зарплаты, а там навес над зарплатой сколько-то процентов, да? Ну... Идет Виктор... Это Антону Викторовичу Гроздову туда, в этот фонд. Что ты же на пенсию себе платишь, на самом деле брехня, потому что там же еще накопительная была, но она потом отменена. Значит, ну ты еще платишь тем пенсам, которые уже пенсы. Уже пенсы. Понятно? Вот. Они же получают пенсию, и ты им платишь. Ты, кнора. Понимаешь? Хорошо. Значит, эти деньги к ним поступают. И что им делать с ними? Вот они лежат-лежат. Там мыши заведутся. Они их несут в банк. Ну, они изначально уже в банке. Но банк этими деньгами пользуется. Пользуется. То есть деньги работают? Деньги работают. Овернайт. 180 дней плюс. 183 дня плюс. Они идут на депозиты. Эти деньги работают легально, и они куда-то тоже потом идут. Легально. Но мы с тобой, у нас с тобой есть триллион, например. Триллион. Один триллион. Мы с тобой кладем его, давайте 100 рублей, пусть будет 100 миллиардов. 100. Нет, давайте просто 100 рублей, потому что я не могу. 100 рублей, как 100 миллиардов, потом присобачим. Давай, просто 100 рублей. У тебя есть 100 рублей? Да. Ты их кладешь на депозит под 9%. Это было недавно. Сейчас уже 9, наверное, трудно, не знаю. Нет таких депозитов. Сейчас уже нет, хорошо. Сейчас 6. 6, 6, 6. Это хорошим словом. Значит, ты кладешь под 2. 100 рублей под 2. Тебе должны вернуть 2. Но они, честно говоря, вот так смотрят на тебя и говорят, Кнора, ну ты же понимаешь, что мы делаем бабло с на этом деле? Мы же рефинансируем под эти деньги дальше, а там мы имеем больше. Понимаешь? Ну давай мы тебе 2 просто так поставим где-то в угол. Ну хочешь выбрось? Ну понятно, да? То есть ты не берешь 6, ты берешь 2. Они говорят, осталось 4, мать, а мы как честные люди. Ну давай хоть пополам. Тебе 2, мне 2. Все, поняла. Значит, тебе приносят 2 рубля. В данном случае 2 миллиарда. Мы обещали потом миллиарды присовокупить. Правильно? 2 миллиарда рублей тебе приносят. Говорят, Дашенька, мы здесь поставим. Ну вы как хотите. Мы знаем вашу честность и все. Ну оно ж пропадет. Оно ж есть. Оно ж есть. Что? Куда нам отдать? Ну зачем это? Понимаете? Спасибо, что пояснили. Оно у тебя стоит где-то в углу. Ты думаешь, ну я знаю. Как-то бесхозяйственно и все это. И это уборщица киргизка заберет или еще что-то. Давай положим в сейф. Пусть будет уже в сейфе. Оно же умнее как-то будет. Правильно? Как-то, ну и аккуратнее. Порядок же нужен. Кладешь в сейф. Вот у тебя 2 миллиарда. Понимаешь? Ну как-то так. А потом ты думаешь, а куда их деть? За границу неудобно, потому что за тобой ФСБ следит. Значит, яхты брать и все это неудобно, потому что тебе все равно в Сочи все дают. Там тебя везут в какой-нибудь санаторий Русь. И там, значит, тебе шашлыки и все, что хочешь. Понимаешь? Надо что-то куда-то истратить. Ну ты думаешь, ну хорошо, ну не куплю я недвижку, что ли, я не знаю. Ну а что делать? Ну она все равно есть, как-то кирпич, дом, оно же есть. Все сменится, а дом останется. Понимаешь? Вон НКВДшные генералы, которые пытали людей, НКВДшные генералы, которые пытали людей и убивали людей. И которых, тут этот самый, тракторами их закапывали на полигонах людей. Получали квартиры на Тверской и так далее, и так далее. Эти НКВДшные генералы. И что? Строй сменился, культ личности разоблачен, репрессии осуждены. А квартиры-то остались? Квартиры остались. Так и он думает. Антон Викторович говорит, ну господь помилуй, ну оно есть, ну куда его деть? Боже мой, ну что вы хотите, чтобы я выбросил? Скажут, боже, он какой-то фанфарон, бурбон, идиот. За чем же он выбросил деньги? Правильно? Подкинуть тайком куда-то в детский дом, так украдет директор детского дома. Ну зачем? Никуда не получается ничего. Только хочется купить квартиру. Я его очень понимаю. Я бы на его месте так же делал. Я серьезно говорю. На месте Антона Викторовича Дроздова я делал бы ровно то же самое. Я вам не верю. Нет? Нет. А что бы я сделал? Куда мне? На войну в Сирию отправить? Как я это сделаю? Вот мне принесли пакет. Куда я отправлю? Как я на войну в Сирию отправлю? Объясню. Если я владельцем НПФ, я бы вкладывал в прикладные исследования. Даже если бы все пропало. Нельзя. Это же нелегально. Ребята, это банки. Александр Юролин пишет. Александр, нельзя. Потому что это нелегальный бабло. Он нелегальный. Как его обелить-то? Его даже в банк занести нельзя. Понимаете? Его даже в банк занести нельзя. ФСБ увидит. Он анонимно отправился в научные исследования. Вы простые люди. Вы простые люди. Мир сложнее. Мир сложнее и проще одновременно. Алла, здравствуйте. Михаил Москва. Здравствуйте, Михаил. Ну, правильно я описал ситуацию. Вы забыли еще о Форексе. Это посильнее овернайт в 10 раз. Потому что та информация из закона Центробанка позволяет, зная трехдневное падение доллара, потом его подъем, деньги перемещаются на валютную биржу. Это колоссальные заработки. Миллиард зарабатывается рублей за два дня. Ну да. Но и потерять ведь можно на Форексе. Нет, нельзя. Нельзя потерять. Потому что это регулируется определенной группой лиц. Значит, как потерять, если Центробанк по закону может делать инвестицию на биржу, не сообщая никому. То есть вот они приготовили огромную сумму, чтобы отрегулировать доллар. Вот доллар упал, а затем, чтобы его поднять, они его начинают покупать. А под это дело деньги Пенсиону фонда заработали свое. Все разделили. Значит, Ключевский историк, по-моему, сказал знаменитую фразу. До Петра Первого в России была сплошная панихида. А после Петра Первого сплошное преступление. Что имел в виду провидец Ключевский? Потому что введение табели о рангах, вроде благое дело для Руси, обернулось феодализацией вот этой вот номенклатуры. Понимаете, у нас номенклатура, чиновник, это всегда феодал. Всегда феодал. То есть Сюзерен у нас один. Это тем более в последние годы очень жестко подчеркивается. Когда-то их было больше. А вот феодалы, они распределены по стране в зависимости от того объема денег, который они контролируют. Михаил, ну вот мы с вами, давайте на нас с вами. Вот мы с вами, вы были бы банкиром, а я был бы руководителем ПФР. Я не могу рассказывать то, что я знаю всем сейчас. Пожалуйста, я вам расскажу, что творилось с деньгами ПФР. Но, Сергей, я хоть и позвонил не для этого. Вы в третий день обсуждаете пенсионную так называемую реформу или изменение. Смотрите, как странно. Вы говорите слово пенсия, но о пенсии вы не сказали ни слова. Дело в том, что функция пенсии, это социально-политическая, она делает наличие пенсии, делает индивидуума гражданином. В том смысле, в каком, ну, всем понятно. Так вот, но вторая функция пенсии, ее показатель, это ее величина. Вы понимаете, какие ухищрения здесь не делай? Что тут не поднимай возраст хоть до 100 лет? Ничего не изменится. Пенсии на Руси нет. Из 100% пенсии, которые получают люди, может быть, 0,01 пенсии является пенсией. Если позволите, я все-таки считаю, что с точки зрения того, что мы идем до метро, и нас не окружают прокаженные, такая пенсия есть. Вот такая пенсия есть. Но она есть. Прокаженные забиваются в свои маленькие бетонные пещерки, и это уже хорошо. По нормативам. Извините, пожалуйста, Михаил, вы уклонились от темы. Лично, что благая роль пенсии, которой, может быть, и нет, благая роль пенсии заключается в том, что пока мы идем до метро, к нам не тянутся десятки рук прокаженных. То есть мы каким-то образом находим, регулируем общество таким образом, что прокаженные прячутся в свои смешные пещерки. И где сидят тихо, там смотрят телевизор. Это же хорошо. Эвтаназия по-русски, это телевидение? Да. Это эвтаназия? Для власти это хорошо. То есть они эвтанируются, люди эвтанируются на пенсию, они уходят к телевизору. Будет хорошая пенсия, еще чего доброго начали путешествовать. Они мало-много путешествовать начнут. Как это грязь? Пойдет грязь. Пойдет грязь. Пойдет грязь. Нет, конечно. Сергей, доброе утро. Здравствуйте. Да, прошу вас. Ну, это самое, по поводу Форбса я просто хочу сказать. В 1974 году начальник бельдийского автоэкспорта наш проиграл, по-моему, 20 миллионов долларов против этого. Ну, тогда еще Форбса не было. Ну, он любил играть на курсах, проиграл 20 миллионов наших денег. Да. С тех пор предприняли огромные шаги и все последующие, чтобы этого больше не было. Сергей, ну хорошо, ну скажите, пожалуйста, вернемся к основной теме. Да, я просто передаюсь. Ну, представьте себе, да ладно вы говорите там... Вас посадили на ПФР, на чем бы вы сделали баблос? Вот на чем? Сергей, у вас 110 тысяч сотрудников. Им надо 70 тысяч компьютеров. Да. А сколько люди платят, там же есть у них списки негласные для тендеров. Ну, конечно. Тендер по данной позиции внесено 20 надежных ферм. Да. Понятно. Сколько нужно позиций? 110 тысяч, 80 тысяч компьютеров нужно? Нужно, нужно. Пару тысяч ферверов нужно, а это уже другие, а это уже другого уровня. Принтеры. Принтеры. Надо постоянно чинить. Надо постоянно чинить расходный материал, картриджи. Ну, это всего уже капец. ПФР требует безел, чтобы мы говорили, да, хорошо. А клиним? Надо же чистить эти все помещения. Клиним. А еще если грамотно 80... Сколько у нас? 87 субъектов я уже сейчас выложу. Ну, сколько бы то ни было, да, их все время много. Да, ну, там, 85. Значит, это 85 людей, которых надо поставить, у которых есть права на заключение всех этих центров и правильно организовать цепочку, вертикаль власти. Одним словом, одним словом, если бы вы были на месте Антона Викторовича Дроздова, вы бы были богаче, я чувствую. Нет, не думаю, прям, что я думаю, Антон Викторович Дроздов, надо дать ему дозу, человек очень умный, осторожный. Осторожный? Скромный. Ну вот. Скромный. А мы с вами, а у нас с вами азарт есть, мы бы были богаче. Сергей, ну, он не замечен ни в каких, ну, там, ни с девками на яхтах, как приходит. Нет. Что на сегодняшние деньги меньше жалких 15 миллионов, на самом деле. Меньше жалких 15 миллионов. Сергей, а еще давайте вот так. Вот как оценивать Сердюкова, когда все его ругали? Да. То есть, или как оценивать Касьянову, Миша 2%, сейчас это же честнейший человек. Ну, не знаю, давайте скажем, что он никогда не был Мишей 2%, давайте скажем, что это придумал Гусинский, что это запустило НТВ. Ну, да, понятно, это же по нынешним временам честнейший человек. Нет, ну, давайте, нет, я про Мишу 2% скажу, потому что у меня есть минута. Значит, про Мишу 2% это, на самом деле, с уважением. Отнесите, пожалуйста, к Михаилу Касьянову, потому что это премьер-министр правительства Путина, да, президента Путина. Значит, ну, поскольку Гусинский... Вот, понимаешь, все переплелось... В России, парадоксальным образом, все переплелось. И репутации, пришитые врагами, начинают действовать против друзей и так далее. Значит, нашли отклик. Значит, нашли отклик. Значит, было допущено. Значит, ну, с Мишей 2% произошло следующее. Поскольку он был путинский, Касьянов, и в то же время согласованный с семьей, с Абрамовичем, Касьянов. Значит, поэтому Гусинский начал его травить. Начал его травить, и Мишей 2% было придумано НТВ Гусинского. Специально против Путина, против Путина, Абрамовича и Касьянов. То есть Путин, Абрамович и Касьянов тогда были единой командой. Значит, это было придумано. Потом, значит, Гусинский стал за оппозицию, и Касьянов за оппозицию, но уже прилепленная эта хрень ее не отлепить. Ну, никакие не Миши 2%. Ты придумал Гусинский, чтобы нагадить Путину. Про премьер-министра Путина. Касьянов был путинский премьер-министр, напоминаю. Это должно быть всем очень понятно. Теперь почините свои мозги, и все вместе сведите, и все будет хорошо. Договорились? Новости. Внимание, внимание! Говорит Москва! 94,8 10 часов 30 минут в столице. В студии с новостями Антон Кравченко. Доброе утро. В начале срочное сообщение с ленты информационных агентств. Это заявление ФСБ. Германия выдала России жителям Кабардины и Балкарии, который сбежал в 2013 году к террористам в Сирию. Все подробности в ближайшем выпуске новостей. В СМИ сообщили о вооруженном нападении на полицейских в подмосковном Дзержинском. На двух сотрудников полиции напал мужчина с ножом. Оба правоохранителя ранены, один из них в шею. Как сообщает телеграм-канал МЭШ, минувший ночью в парк на улицу святителя Николая был вызван наряд МВД. Проходшие заметили неадекватного мужчину, который очень странно себя вел. При проверке документов злоумышленник накинулся на полицейских. Уточняется, что нападавшим оказался 27-летний местный житель. Он задержан. Официального подтверждения этой информации от МВД пока не поступало. Роскомнадзор не нашел оснований для ограничения доступа к сервису Яндекс.Видео. В пресс-службе ведомства заявили, что специалисты провели соответствующую проверку. На прошлой неделе Мосгорсуд удовлетворил заявление телеканалов ТНТ, ТВ3, Дважды2 и Супер к Яндексу и постановил принять предварительные обеспечительные меры для ограничения доступа к распространению нелегального контента. В понедельник Роскомнадзор направил Яндексу уведомление о необходимости удалить пиратские видео. Позже интернет-сервис почистил поисковую выдачу из-за угрозы блокировки. Мосгорисбирком не считает подкупом билеты на концерты впервые голосующим гражданам. Об этом в интервью Агентства Ряновости сообщил член Московской избирательной комиссии Дмитрий Реут. Он пояснил, что подкуп подразумевает действия в пользу конкретного кандидата или конкретной партии. В данном случае инициатива идет от нас. Концерт организовываем мы и делаем это в интересах всех москвичей, сказал Реут. Билеты на концерты будут раздавать впервые голосующим избирателям в возрасте не старше 30 лет. Напомню, 9 сентября пройдут выборы мэра Москвы. Мосгорисбирком зарегистрировал 5 претендентов на эту должность. Это действующий городоначальник Сергей Собянин, глава муниципального округа Таганский Илья Свиридов, депутат Госдумы Михаил Дегтярев, бывший депутат Владим Кумин, а также экс-владелец СУ-155 Михаил Балакин. И в Подмосковье подсчитали среднюю стоимость букета цветов. Киоск в 1 сентября. А ворот цветочной торговли в первый день осени составит более 3,5 миллионов рублей. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства потребительского рынка и услуг Московской области. Средняя цена школьного букета в регионе составляет 900 рублей. Самые популярные цветы – это хоризонтемы, гладиолусы, розы, герберы и калы. Отмечается, что один цветочный киоск в 1 сентября продает в среднем 50 букетов. В завершении выпуска информации о курсах валют. Доллар на сегодня 68 рублей 9 копеек, евро – 79,68. И о погоде. В эти минуты в Москве около 20 градусов тепла. В течение дня облачно. С прояснениями. Местами возможны кратковременные дожди и грозы. Ветер переменных направлений от 3 до 8 метров в секунду. При грозе порывы до 17 метров в секунду. Температура воздуха днем составит 22-24 градуса тепла. Таковы главные темы к этой минуте. Антон Кравченко. Говорит Москва. Говорит Москва. Реклама. Природа щедро одарила нашу страну природными богатствами. Дав возможность наслаждаться густыми лесами. Любоваться реками и озерами. Видеть животных в естественной среде обитания. Очень часто мы принимаем это как должное. Забывая, что природные ресурсы ограничены. Любите и уважайте природу. Этот большой живой организм, благодаря которому мы дышим, живем и развиваемся. Оберегая природу, сегодня вы даете возможность насладиться ее красотой будущему поколению. Телефон рекламной службы 737-8747. Код 495. Извините, можно войти? А вы кто? Хороший вопрос. Хороший вопрос. В эту пятницу гость в студии. Главный редактор интернет-газеты Лента.ру Владимир Тодоров. Самые подкованные гости отвечают на самые продуманные вопросы. Со вторника по пятницу после 11 утра. Хороший вопрос. Радио «Говорит Москва» совместно с благотворительным фондом «Подарок Ангелу» собирает деньги на помощь казанскому Илье. Илья родился раньше срока, весом полтора килограмма. Первые три месяца мальчик провел в больнице. За это время он пережил менингит, пневмонию, операцию на головном мозге, шунтирование и переливание крови. Сегодня психологи, дефектологи и другие специалисты подтверждают, что несмотря на отставание в развитии, которое сопровождает почти всех недоношенных детей, эмоциональный и умственный интеллект мальчика сохранен. Илья растет жизнерадостным, улыбчивым, общительным, любознательным и очень смышленым. Сейчас малышу один год и восемь месяцев. Ему требуется непрерывная реабилитация, которая идет на пользу и дает заметный положительный результат. Вы можете помочь Илье Казанскому и другим детям, сделав пожертвование на сайте подаркангелу.ком Совсем-совсем хорошо и красиво то, что в метро начнут люди представляться, и пилот, как пилот вот этого поезда, он будет иметь право поприветствовать пассажиров. А мы будем каждую станцию аплодировать, чтобы доехали наконец. Нет, ну слушай, ну это правда, потому что ведь это какой-то мастер. Вот послушай, это действительно мастер. Ну, я понимаю, что такое пилот в самолете? Это человек, от которого ты зависишь тотально. Что такое, ведь аэронавтика, она унаследовала некоторые правила судоходства. То есть ты знаешь, что в отсутствии связи там какого-нибудь, скажем, там не знаю, 20-м, может быть, в начале 20-го века или в 19-м веке, человек, капитан корабля, мог осуществлять правосудие. Ну, абсолютно серьезная роль была. Ну да. Капитан корабля, он был наделен, и причем во всех державах, в США, и в Великобритании, и в России, везде. Капитан корабля мог, серьезные вещи. И также капитан воздушного судна. Капитан воздушного судна, он принимает такие решения, от которых зависят люди. Не то, что там этот список Форбс, который ужасный последний. Ну вот. То есть это действительно серьезная фигня. И, а хорошо, тогда мы скажем, а вот капитан, капитан поезда метро, он принимает решения какие-то важные? Конечно. А на нем судьбы человеческие? Конечно. Он гордится хорошо сделанной работой? Конечно. Тогда почему ему не сказать свое имя? Почему не сказать? Машинист поезда будет теперь с утра в метро, первый выезд свой. Да? Только самый первый? Нет. Сейчас я найду. Как-то там есть, как-то там есть. Но он будет говорить, доброе утро. Вас приветствует машинист первого класса Иван Иванов. Желаю вам приятной поездки. Перед первым отправлением поезда и перед выходом на смену начальники станции дважды в неделю в 8 утра. Начальник смены. Доброе утро, уважаемые пассажиры. Вас приветствует начальник станции Динамо Петр Петров. За бортом 16 градусов. Желаю вам хороший поезд. Минус 53. Минус 53. Да. Мы едем на глубине. На глубине там минус 10 метров. Вы видите, да. Слева по курсу виден город, это Рим. Желаю вам хорошей поездки. Удачного дня плюс пожелания от себя. На станции Новокузнецкая сейчас хорошая ясная погода плюс 20 градусов. Мы там садимся в теплом стане. Пункт назначения станции. Надо наделить капитана поезда, метро, правом сочетать людей с законным браком. Как это есть у капитана корабля? Ты знаешь, что это есть? Нет, не знаю. Капитан корабля, поскольку он осуществляет многие гражданские функции, в частности, он может женить, сочетать людей с законом браков. Женить, казнить. Да. Да, и казнить в случае чего? Конечно, конечно, лишать свободы. Он может приказать экипажу тебя связать. И это может плавание продолжаться месяц, значит, ты будешь весь месяц как бы в тюрьме. Ну да. Это капитан корабля имеет право действительно, фактически, да. Значит, и капитан поезда тоже должен иметь такие права. Человека связать куда-нибудь, я не знаю, кого-то женить, чтобы поезд... Это лучше всего. Лучше всего, чтобы... Старпом тоже такими правами наделен, говорит Рамси Болтон, который знает. Осталось добавить стюардессы шампунской. Нет, это в бизнес-классе, извините. Нет, стюардессы шампунской. Вот можно бизнес-класс? Вот, чего бы я хотела. Бизнес-класс. Два вагона. Да. Два первых вагона. Бизнес. Ну, собственно, как и в ласточке, которая идет в аэропорт, есть бизнес. А кого ты боишься? А кого ты боишься? Я не боюсь. Я люблю комфорт. Ты боишься слиться со своим народом? Почему нет? Слиться. Я очень люблю слиться. Чувствую, что... Нет, не люблю. Я просто люблю шампанское и комфорт. Мягкие кресла. Ну, чтобы ты, кстати, и все походы в движение. Тебе дали косметичку с гигиенической помадой. Сидеть не боком к движению, а лицом к движению. Лицом к движению. Чтобы ты проходила, когда тебе подавали бы вот эту... Я бы первой выходила из поезда. Тарт. Бизнес-класс выходит первым. И все-таки давится там, мучается, потеет. Ненавидят вас. А вы так долго достаете чемодан с полки. Долго-долго-долго-долго. А третий класс? Третий класс. Нет, нет. Сначала снимайте тапочки. Сначала переобувайтесь, потому что вы уже надели тапочки. Да, да. А как узнать фамилию машиниста тем пассажирам, которые сели на промежуточных станциях? Нужно делать объявления каждый раз. Ведь это популизм. Да. Да. Мне хочется знать, что меня везет Иван Говнов, например. Я говорю, Иван Говнов. Я хочу знать, почему. И тут скрыта фамилия Героя. А может быть, меня везет какой-нибудь Сергей Николаевич Белосельский-Белозерский. Белосельский-Белозерский. Ну почему я не знаю об этом? А? Ну правда. Ты говоришь, может быть, князь? Князь Белосельский-Белозерский. Да, конечно. Или казак какой-нибудь, атаман, не знаю, баламут. Который, помнишь, предки Бальмонта. Атаман-баламут какой-нибудь и так далее. Это было бы прекрасно. Хорошо. Поехали. Почему все хотят обсудить это? Здравствуйте. Да, слушаю вас. Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте. Здравствуйте. Вот я вам скажу так. Я в свое время учился в Лиге, да, в Прибалтике. Да. В Рижском училище. Я вам скажу, что там отношение к вагону вожатым и их самосознание было такое же, как вот тут примерно у пилотов воздушных судов. Ну да. И вот как-то это чувствовалось в свое время, вы понимаете. Там трамвай был основной транспортом. Да. Вот. И это было так. Ну конечно, человек. Ну почему зря-то я говорю, человеку доверены судьбы. Я не... Почему зря? Я говорю, что человеку доверены судьбы. И поэтому хорошо, если мы его знаем, и он знает, что мы его знаем, и он гордится своим трудом. Вот что я сказал. Вы говорите, это зря. Что зря? Да, ну это вы верну тогда. Нет, тогда я верну сказал. Нет, вы зря сказали, но тогда вы верну сказали. Интересное дело, ребята, вы что меня не слышите? Я, наоборот, горжусь этим. Я радуюсь этому. Москвичей со спидом становится все больше. Давайте что-нибудь про Москву. Социальная реклама за 2 миллиона рублей пугает москвичей спидом. Это на сайте госзакупок. Сейчас мы маленько прошвырнемся по сайту госзакупок. В Москве появятся плакаты вот-вот, призванные бороться с эпидемией ВИЧ. Причем у наших именно слушателей, товарищи. Именно слушателей говорит Москва, объясняю. Потому что слушатели других станций это пенсы. А наши слушатели это мужчины 30-45. Понимаете, в чем дело? И они как раз спидоносцы теперь стали, сделали. Их до 3% со спидом сейчас. Теперь слушайте. Стоимость контракта составляет 2,1 миллиона рублей, которые будут потрачены из бюджета города Москвы. Вот тексты, которые пойдут на плакаты. Ищешь приключения, говорит девушка, у которой сфотографирована тазовая область. Область таза и... Ну нет, все там скромно. Значит, я тоже. Ищешь приключений, я тоже. Подпись СПИД. То есть, если ты ищешь приключений, значит СПИД. Дальше. Подпись. СПИД. Тебя не касается, если ты не рискуешь. Без запятой. Без запятой. Тебя не касается, если ты не рискуешь. В некоторых регионах нашей страны сегодня происходит настоящая эпидемия ВИЧ-инфекции. И, возможно, одной из ее причин стало то, что люди не воспринимают свое повседневное поведение как рискованное. Это не слишком длинно для плаката. Это плакат. Давайте разберемся. И это не только наркоманы. Мы живем в современном обществе, которое не осуждает смену половых партнеров. И не рассматривает так называемый поиск себя как аморальный поступок. Можно искать себя. Свобода безответственности. Прямая угроза жизни. Ты не рискуешь, если сохраняешь верность своему партнеру. Избегаешь рискованных экспериментов с наркотиками. Тебе нечего бояться. СПИД тебя не касается. Департамент здравоохранения города Москвы. Но это прекрасно же. Ты знаешь, что действительно сейчас существует серьезная проблема от некой вольности в отношениях. На самом деле виноваты, конечно, женщины. О, Господи, а так. Бабы дают. Что же надо не давать? Ну почему? Можно же сказать. Ну как-нибудь в советское время. Мужчины всегда хотели. Они всегда хотели. Но не давали. А сейчас, пожалуйста, вот и понеслась. Вот откуда разврат от женщин. Ну да. Ну все же просто. Все же очень просто. Все очень просто. Да. Виновата церковь, говорит Джозеф. Нет. 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 Церковь не виновата. Виноваты. Виноваты женщины. В какие-нибудь там жалкие 50 лет назад. Вероятно. Я не знаю. Но 50 лет назад. Мужчины хотели. Они всегда хотят. Они озабоченные козлы. Все мужчины озабоченные козлы. Но бабы не давали. А сейчас, пожалуйста, направо и налево. В действительности презервативы достаточно эффективно защищают от ВИЧ других инфекций, передающихся половым путем. Всемирная организация здравоохранения считает, что фактические данные свидетельствуют о 85% и более. А официальный интернет-портал Минздрава России о профилактике ВИЧ-спида, сравнивая различные способы защиты, дает еще более высокие цифры. Мужские презервативы при правильном использовании значительно эффективнее. В 99% случаев они защищают от ВИЧ. Даша, самое страшное, вот этот 1%, он остается. Но 1% остается. Но люди, которые рисуют эти баннеры, они-то считают, что никакой презерватив не защитит. А-а-а! Люди, которые рисуют баннеры. А-а-а! Вот ты предлагаешь дополнить. Вот это вот против СПИДа, они наблюдают ситуацию и вообще... Ах, вот оно что? Ну, хорошо. Хорошо. Я подумаю об этом. Я думал, что 1% все равно остается. Ну, это все, честно говоря, жутко сэкстински. А тебе все равно? Потому что на этих плакатах изображены женщины. Женщины. Только. Женщины. В коротких юбках и в блестящих жакетах. Сосуд греха, ты знаешь? Женщины сосуд греха. Ага, ну да. А почему же она не покрытая, не может уходить в церковь и так далее? Должна быть покрытая. Простоволосая вышла. Простоволосая. Простоволосая. Менструальных женщин не причащают, как тебе известно. И не исповедуют. Ты знаешь об этом, да? Хорошо, значит, я хотел продолжить этот разговор сексистски неаккуратный. Потому что всех переклинило Милонов, например. Милонов предложил закрыть все магазины интимных товаров в России. Кстати, я ошибочно полагаю, что вот эти вот интимные товары ведут к появлению Чикатило. Мне кажется, наоборот, Чикатило мог бы угомониться, если бы рядом с ним был такой магазин. Ну, то есть наоборот, как бы он мог бы угомониться, он мог бы не искать счастья иного, как ходить в магазин, подружиться, может быть, с продавщицами и знать о новинках. Чикатило мог бы работать в таком магазине промоутером каким-то, ну, мог бы каким-то... Ну, правда. Обозревателем на Ютьюбе. Обозревателем на Ютьюбе. То есть какие-то вещи возникают. Милонов совершенно несправедлив. Он говорит, что само наличие магазинов интимных товаров воспитывает Чикатило. С моей точки зрения, может быть, нейтрализует Чикатило. Что нейтрализует Милонова, вот вопрос. Мы все никак не найдем это место. Милонов должен сознаться себе однажды. Должен сознаться себе, может быть, как... Ему нужен человек, с которым он будет иметь доверительную беседу. Может быть, батюшка, может быть, психотерапевт. А может быть, батюшка-психотерапевт одновременно, который расскажет Милонову... Я вижу конец этой беседы. В конце беседы Милонов рыдает. На коленях. Рыдает в колене батюшки. В колене батюшки. Стоя на коленях. В колене батюшки рыдающий Милонов, наконец, поймет себя. Он только поймет себя. И примет себя. Как только он примет себя, примет себя и все. Ему станет легко просто бегать и веселиться, и счастливый. И, может быть, где-то даже что-то шестицветное наденет такое вот из шести цветов. Одежду какую-то красивую. Ну, правда. Радужный дракон. Есть такое понятие в китайском. Радужный дракон. Весь будет радужный дракон очень красивый и так далее. Все ему будут аплодировать. Он не может себя принять. Вот что. Вот в этом проблема. Слушай, еще одна женщина обвинила Жерара Депардье в изнасиловании. Но Жерар под защитой. Под защитой все. Российское гражданство. Он же в Жерске. Давайте дадим Кевину Спейси российское гражданство, чтобы человек здесь реализовал. Всем. Нет, мы даем только... И снимем последний сезон карточного домика. В этом смысле очень избирательно. Мы даем... Мы приветствуем только тех, кто проявляет сексуальную агрессию в отношении женщин, как мне представляется. А те, которые в отношении мужчин, мы их отвергаем. Да, 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 да. Но тут у нас все-таки нравственность на первом месте, мне кажется. Нет? Я не знаю. Прокуратура Парижа начала предварительное расследование в связи с обвинениями в сексуальном преступлении, выдвинутыми против французского актера Жерара Депардье. С обличением выступила 22-летняя французская актриса и танцовщица. Имя ее танцовщица или танцовщица? Как правильно? Танцовщица, наверное. Представьте, пожалуйста, будь другом. Я потому что умру сейчас. Меня уже обвинили в том, что я перепутал 18-й век с 12-м. Да вы не перепутливо говорите. Все я сказал правильно, господи. Ты еще шестьсот пятьдесят четвертый. Нет, докапываются по-прежнему, мне выедают мозг. Скажите, как правильно? Танцовщица. Сек, сек, сек. Сейчас мы посмотрим, танцовщица или танцовщица, мне кажется. Грамотару. Грамотару, мы должны посмотреть. Зарва. Мы не такие. Сейчас, секундочку. Мы не такие, мы не можем ошибаться. Танцорка, танцовщик, танцовщик. Танцорка, давай говорите, что она танцорка. Почему нет? С танцоркой проще. С танцоркой. Она танцорка и актерка. Тогда я актерка. Танцовщица, все. Танцовщица. Я актриса или танцорка и актерка. Ну, хорошо. Она пришла к ней. Ей 22 года. Ей 22 года. И она пришла к Депардье с целью взять уроки. Домой, в квартиру. В квартиру. В парижском доме Депардье. Уроки танца? Нет, уроки актерского мастерства. Значит, актерское мастерство. Она пришла 7 августа. 7. И он ее изнасиловал. 7 августа. Вот сейчас. Ну, я душу. Вспомните, что вы делали с 7 августа. В этот момент Депардье унасиловал танцорку с актеркой. Значит, нет. И все. Но что произошло дальше? Она пошла второй раз. 13 августа. И он снова ее изнасиловал. Ну, мы скажем, что она попала в психологическую ловушку, жертвы, насильника. Вот здесь есть проблема. Здесь есть проблема. Она была в супоре. Здесь есть проблема. Она чувствовала, испытывала чувство вины. Возможно, какое-то время. Да, не знаю. Меня потрясла вот эта информация, что она пошла 7 августа и была изнасилована. После чего она пошла 13 августа, чтобы снова быть изнасилована. Только после этого она сообщила, что была изнасилована. Может быть, она была в шоке и забыла. И у нее, правда, бывают короткие... Короткие... Я кто хохол? Помнишь, вот, присказку про того хохла? То, что оно это самое. Ему же говорят, борщ-то вкусный, борщ вкусный. А он говорит, да, на разобрал. На разобрал. Ему дают вторую тарелку борща. Съел. Его спрашивают, хохол. Ну, вот это Иван, или как? Борщ-то хороший, тебе понравился? Да, на разобрал. На разобрал. Он уже третью тарелку. И так постоянно, на разобрал. Так явно. Может, она седьмого пошла, но не разобрала. То ли изнасилована, то ли нет. Надо снова попробовать. Тогда уже разберу. Нет? Кратковременная амнезия. Не знаю. Но она сейчас его обменила. Но мне второй визит кажется несколько сомнительным, согласитесь. Но я не знаю. С точки зрения бытовой, я не знаю. Я, может быть, не психолог и не врач, не знаю. Если она один раз сходила, и дело... Во-первых, что она пошла к нему в дом? Наедине репетировать. Это первое. Ну, слушайте, очень многие занимаются на дому. Не знаю. Не знаю. Здесь есть какой-то нюанс. Какой-то такой... Все-таки есть нюанс. Женщина, так сказать, она предчувствует же, вот сказать, как он к ней относится. Все-таки по-отечески. Или, может, как добыча и так далее. Не знаю. Она пошла все-таки к нему в дом. Ну, хорошо. Но с первого раза она уже поняла, в чем дело. А, вот, слушайте, гениально. Что она пошла в второй раз? Второй раз. Второй раз. Второй раз пошла уже с камерой. Боялась, что если первый раз она сразу расскажет, то ей не поверят просто, что девочка хайкует просто на новостях о харассменте. А, я бы на месте второй раз не ходил бы. Ну, так просто, мне кажется, это было бы более естественно. Не знаю. Хорошо, поехали дальше. Ну, короче, Департ Дью теперь будет бежать опять в Ижевск. Он в Ижевске прописан. В Ижевске. Гаи Ижевск. Он же там, по-моему. Там они все почти. Кто в Красногорске, кто в Ижевске. Ну, вот, как-то так. Я с удовольствием читаю, что Департамент национальной политики межрегиональных связей города Москвы, именуемый заказчик, в лице Сучкова Виталия Ивановича, значит, готовит центральное казачье войско, готовит центральное казачье войско, именуемый исполнитель, значит, к услугам по обеспечению государственных муниципальных нужд и нового законодательства Российской Федерации города Москвы. Что же они будут делать? Оказывается, Москва и, значит, заказчик и исполнитель, они будут готовить членов хуторских, станичных и районных казачьих обществ московского казачьего. Тут хутора какие-то есть. Ты знаешь, один хутор, знаю, в Мневниках есть казачий хутор. Знаешь, правду говорю сейчас. В Мневниках, там Серега сидит, он на БМВ, на БМВ, на Гусе большом ездит. В Саранске он прописан. В Саранске? Да, я проверила. Как это интересно. Нет, ну это московское окружное казачье общество. Они будут закреплять знания и навыки по охране общественного порядка. Обеспечить безопасность при проведении публичных массовых мероприятий на территории Москвы. Значит, что будет? Контракт 5 миллионов 335 тысяч рублей. 5 миллионов 335 тысяч. В рублях Российской Федерации. Все-таки они решили. Аванс 1 миллион 67 тысяч рублей. Это 20% оценок контракта указывается на данном контракте. Заказчик поэтапно оказывает услуги. То есть они будут указывать услуги. А какие услуги? Исполнитель оказывает услуги. Но ведь мне здесь кажется, что заказчик обучает представителей и исполнителей. То есть услуг нет, есть обучение. Но еще вдобавок есть услуги. Какие услуги? Какие услуги? По охране общественного порядка. То есть казаки будут охранять общественный порядок за деньги. По зову сердца. Сейчас, секундочку. Зов сердца не прописан ни в одной из статей. Секундочку. Ни в одной из статей. Нет. Может быть, где-то, так сказать, отдельно секретным приложением описан Зов сердца. Они будут зарегистрированы как ЧОП? Не знаю. Исполнитель гарантирует качество оказания услуг в связи с требованиями приложения номер один, удовлетворение требований заказчика о безвозмездном устранении недостатков. То есть, если недостатки были, безвозмездно устранят. Все без вопросов. За каждый факт неисполнения, надлежащего исполнению исполнительного обязательства, за исключением подосрочки исполнения обязательств, штраф, значит, первый этап 236 тысяч рублей, штраф 141 тысяч рублей и так далее. За каждый факт неисполнения заказчиков обязательств и так далее, и так далее, и так далее. В судебном порядке неоднократные нарушения заказчикам сроков оплаты. То есть, они все время друг другу прописывают, что они друг другу не очень верят, я так понимаю. Потому что население, население, там, сказать, оно стабильно плохое, население. А эти время от времени будут друг друга обманывать. Обстоятельства непреодолимой силы. Например, военные действия. Акты органов государственной власти и управления. Есть непреодолимая сила, в результате которой казаки перестанут охранять Москву. Землетрясения, наводнения, пожары. То есть, тогда, когда они именно нужны. Когда казаки нужны. Внимание. Вот секундочку. Я очень важно. Я прочитаю. 10-1. Обстоятельства непреодолимой силы. Стороны освобождаются от ответственности. То есть, казаки освобождаются от защиты Москвы. В случае, если произошло землетрясение, наводнение, пожар и ТП, и ТД, простите, и ТД. То есть, когда именно казаки нужны. Нахрен их не будет. Сразу. А также, военные действия. Тоже казаков смоют сразу. Они все в Янгиюль поедут. В эвакуацию. А также, другие чрезвычайные обстоятельства. И все. То есть, как только где-то запахнет порохом, казаков сдует. Нет никого. Нормально. Я чувствую удрученность в этой связи. Нет? Вам не кажется? Хорошо. А, значит, и они будут друг друга обучать. Прочувствую. Ладно. Это же хорошо. Это же хорошо. Может, и слава богу, что они будут сливаться в самые важные моменты. Это хорошо. Москву будут защищать всегда, когда не надо. Всегда, когда не надо. И всегда, когда надо, это будет, это все описано в форс-мажоре. Пункт 10, дробь 1. Понятно? Все будет хорошо точно. Все. Я весьма обнадежен. Пойдемте в движение. Подъем. В движении. В движении. 4 балла. 4 балла. Город очень тяжелый на востоке, ребят. Все текстильные. И потом после текстильщиков еще до самого третьего транспортного кольца стоит гигантская пробка. То есть, Волгоградка до текстильщиков, а потом тоже до третьего кольца. Гигантская пробка из-за аварии. Ленинградка в центр у Химок. Тяжелая. Там авария. Тяжелая, да. И есть бордовые куски. Ну, на шоссе, на то взят в привычном месте. На 5 часов по циферблату третье транспортное кольцо. Внешнее тяжелое. Вот там где-то разъезды вот эти странные, связанные с Волгоградкой и Нижегородской. Вот там очень тяжело. Там же всех почему-то заталкивают вправо. Какой-то темный угол, и ты должен в два ряда мучительно на третьем транспортном кольце пытаться проехать вдоль, дальше туда вот и так далее. Понимаешь? То есть, основная дорога почему-то ведет куда-то непонятно, а все должны метнуться вправо и ехать, теснясь. Не знаю, зачем это сделано, но очень глупо. Хорошо. Значит, и там всегда пробка. Что еще, что еще? Да все. И да, нет, еще перед Янисейской тяжеловато. Там авария, и Ярославка стоит до Янисейской. Красногорск стоит. Все остальное вроде бы более-менее прилично. Зеленый на Балаших у Горьковка не едет совсем. Мы пойдем и проживем ее. Эту пятницу. 31 августа.